Ну что, приветствую всех, дорогие друзья, на связи Андрей Елисеев, и сегодня у нас наша очередная прекрасная встреча. Сегодня у нас тайный гость, и сегодня мы немножечко расскажем про потоки. Все основная база знаний в рамках презентации вы можете посмотреть эфиры, либо на ютубе. Кстати, подписывайтесь, кто уже в чате, в закрепе смотрим 90 денежных потоков, кто на ютубе, там тоже посмотрите видео, там есть 90 денежных потоков, и изучите ее наизусть. Еще раз повторю, в нашем сообществе преуспевают люди въедливые, люди, которые хотят разобраться, люди, которые не бегают где-то по интернету, а хотят в одном месте изменить свою жизнь, и вот эти люди у нас просто преуспевают, они расцветают, их жизнь меняется, год-два, и просто перезагружается полностью жизнь. Да что такое год, да, ни о чем. Сколько уже десятилетий прошло у многих, кто уже в определенном возрасте, да, но иногда даже жизнь не менялась, да, вот, но тем не менее у нас прекрасная система, и благодаря нашему объединению у нас не просто есть шанс изменить свою жизнь, но и изменить жизнь даже наших детей, внуков, вот, стать, как бы, первым в своем роду, кто начнет жить богато, да, кто начнет жить в изобилии, в достатке, да, вот сказать, я буду, если до этого не было в роду, да, или, по крайней мере, вы не помните, может, и было, но где-то сбой программы произошел, то вы скажете, я с этого момента буду первым в своем роду, кто будет жить в достатке, и изменю все программы, все, что здесь есть для того, чтобы это осуществить. Ну, а инструментарий у нас есть. Так, ну что, представляю сейчас нашего гостя, сейчас посмотрю, есть ли он у нас на связи, да, представляю нашего гостя, прямой эфир. Гость, включайся, пожалуйста, я не буду называть твоего имя, если ты уже здесь, то прошу тебя уже включиться. Отлично! Сергей Белоусов вместе с нами из Арабских Эмиратов. Я даже не знаю, насколько я гость здесь. Да, да, родной, родной гость такой. Я себя чувствую своим человеком вроде. Отлично, отлично. У вас и у вас прекрасная компания. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас будет интересный эфир, который даст вам возможность получить знания, как можно не просто с помощью потоков, используясь нашим инструментарием, изменить свою жизнь, но и изменить качество жизни до уровня свободного путешествия, даже за границу в рамках месяца, двух, трех, сколько захотите, да? Вот Сергей сейчас вышел с нами на связь, и благодарю Сергея, что выделил время. Скажи, пожалуйста, ну как там Арабские Эмираты, тепленько, море как? Плюс 36. Обалдеть. Да, мы как раз приехали в такое пекло, вот сейчас как раз за неделю до официального, как бы тут начала сезона, да, там под 40 жара давит прям на улице выходить невыносимо, но сейчас уже вот эти дни ближайшие, уже начинает нормализовываться температура, комфортненько уже, тут в море купаемся, в море вообще. Я первый раз в таком теплом море купил. Вот, в целом очень круто, мне нравится, мне вообще нравятся такие страны, где есть пляжи, пальмы, песочек, как в Таиланде, такой мелкий-мелкий, желтенький, что прям идешь, в Таиланде он хрустит прям как снег такой, а здесь, ну, в него проваливаешь, такой как воздушный. Вот, все круто, кайфуем, Эмираты очень понравились, местное население тоже, все приветливые, все улыбаются, все довольные жизни, ну, как им тут недовольным быть, это же одна из самых богатых стран, считается, да, в мире. Вот, и у них тут, у всех все хорошо, нет тут ни бомжей, ни одного, ни попрошаек, да, ни у них уровень жизни, у всех даже вот обычные обслуживающие персоналы, они все себя чувствуют очень хорошо. Андрей, кстати, рассказывал, нам много раз уже про Рамские Эмираты, я знаю, упоминал, какой они тут встрои политические, почему они так живут, да, потому что государство делится доходами с продажи нефти, сырья, да, со своими гражданами страны. Вот, казалось бы, в пустыне мы, когда приземлялись на самолете сверху смотрели, у меня сын в иллюминатор смотрел, такой говорит, пап, ну что, в песочницу приехали, прилетели. Уже кругом пустыня, одна пустыня, представьте, вот в пустыне возвели самый технологичный город в мире, да, самый технологичный, куда съезжаются все криптоны, вот я сюда приехал, был на конференции по нейросетям, вот, то есть туда едут все самые крутые новые технологии и те люди, которые более-менее преуспели, да, в криптовалюте, ну, там, в MLM, они тоже сюда едут многие жить, многие просто тусоваться, отдыхать, в общем, здесь такой эпицентр тусовщиков, которые исповедуют, так сказать, новые технологии, поэтому атмосфера здесь крутая, мне нравится, поэтому мы сюда прилетели на недельку, ну, вот буквально за час до эфира с женой посоветовались и остались еще на одну недельку решили, решили остаться, продлить наше путешествие, благо, можем себе это позволить, благодаря нашему фонду, вот. Шикарно, шикарно, шикарно. Да, мы все следим за твоими сторисами, поэтому спасибо, что делишься с командой, с сообществом, да, береги себя, пожалуйста, да, сильно не сгорай, поэтому ты нам нужен. Это моя проблема постоянная, я не прилетаю, у меня сразу нос обладает. Вот, на первый денечек хотя бы надо немножко поберечься. Хорошо, ну что, вот нас на созвоне сейчас больше, чем 200 человек, и многие новички здесь есть. Давайте вот вообще буквально в трех словах расскажем про наши потоки, да, и, да, расскажем, как они могут изменить нашу жизнь лучшему, да. Друзья мои, прежде всего, если же у вас нет кабинета еще, то обязательно зарегистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и регистрируйтесь. Это ничему вас не обязывает, бесплатно, безопасно, и поэтому и у вас будет информация. В гостевом чате вы здесь посмотрите глазками, что тут творится, какая тут атмосфера, да, а в кабинете вы почитаете, и у вас будет информация подумать. И вот итого у вас будет два ресурса. В гостевой чат вы смотрите, что творится, а в кабинете вы читаете непосредственно там какие-то проценты, учитесь считать сначала, а потом мы вас разучим считать, да, потому что это не надо в наших потоках. Но поначалу все берут калькуляторы, начинают читать. Там формулы математического анализа, высшая математика, то есть если вы как минимум не имеете там финансового, математического, либо инженерного образования, то высшая математика, то есть вам, калькулятор не даст вам никаких правильных расчетов. Тем более, что формула есть в секрете. Формула в секрете. Так, ну что, ребята, поехали. Если у вас нет кабинета, регистрируйтесь. Если же у вас нет пригласителя, можете писать мне личное сообщение, либо в нашем чате боты раскидывают список лидеров. Все очень грамотные уже люди с хорошими кабинетами, командами, профессионалы, обученные. Поэтому обращайтесь к любому. Выбирайте себе наставника по душе. Это в начале пути, кстати, очень важный момент. Выбрать себе, чтобы у вас была гармония и резонировала. Это очень важно. Поехали. Первый поток, который вы увидите в своем кабинете после регистрации, это стартовый поток. И сегодня мы сильно не будем рассказывать о том, как он работает. Посмотрите эфир 90 денежных потоков, еще куча презентаций, у нас уже проведено записей полно. Сегодня я буду спрашивать Сергея о том, как Сергей пользуется этим инструментом вживую, на практике, и что Сергею этот инструмент дает. И сам смысл этого инструмента, почему именно он есть у нас, и почему он работает, и почему он нужен для сообщества. Сергей, скажи, пожалуйста, стартовый поток. Для чего он нужен, как ты им пользуешься, и что он тебе дает. Стартовый поток, он сформировал мне нейронные связи, как правильно пользоваться остальными потоками фонда. Вот растущий поток мы недавно проводили, этот вот созвон наш командный по квантовой стратегии. Почему мы его раньше не проводили? Потому что как-то не могли до этого дойти. А именно когда я после нашей конференции в Турции с Дмитрием Васадиным, когда мы провели там конференцию, он нам рассказал свое видение, понимание про стартовый поток, мы все вдохновились, и я начал открывать стартовые потоки номиналом от 100 тысяч рублей. То есть у меня есть разные номиналы от 2 тысяч рублей, и максимальный номинал у нас сейчас 120 тысяч рублей, ну примерно там, по-моему, в юанях там это больше будет. Вот, и получается, когда мы послушали, мы поняли, что стартовый поток взращивает, воспитывает в нас вот эту нейронную связь в голове, как нужно правильно пополнять и брать деньги из нашего фонда. И вот сколько уже прошло времени с мая? Полгода? Вот, и за полгода я открыл уже более 15 стартовых потоков номиналами больше 100 тысяч рублей, там, и от 1000 евро. В разное время я их открывал, разные периоды, вот, точнее номиналы. И вот жетон по поводу растущего потока провалился вот полностью. Точнее, он был и раньше уже как провален, да, мы как-то это делали все интуитивно, а вот благодаря стартовому потоку мы уже могли придать форму и объяснить уже простыми словами, как нужно действовать с растущим потоком. Это, по сути, тот же стартовый, да, только оптом. Там мы сами принимаем решение, когда нам пополните, когда из него взять деньги. Вот. На стартовом потоке мы научились, и вот эту вот формулу, пополнять, брать, пополнять, брать, пополнять, брать, мы накладываем на растущий поток и совершаем квантовый скачок в своем финансовом развитии. Вот. Забежал наперед, да, про растущий уже рассказал. Шикарно. Вот смотрите, дорогие друзья, вот обычный человек, он не обладает этими знаниями, ведь в школе вас не учили, да, и меня в том числе, да. И только вот благодаря тому, что я работал в бизнесе, и потом сделал свои собственные бизнесы, я был вынужден этому научиться, да. И поэтому я вот воспринимаю все эти потоки как, ну, реальный, очень хороший инструмент, потому что я их уже, ну, понимаю, потому что я был вынужден научиться этому, да. Потому что если бизнесмен не сможет брать оборотные средства, вкладывать в материал, материал там в какой-то продукт, продукт продавать, потом обратно оборотные средства пополнять и так далее, вот, то есть он крутит, да, и только потом часть денег брать из этой оборотки, часть брать все время, а оборотку он должен крутить. И чем больше он будет прокручивать это оборотные средства, тем раз крутанул, можно часть взять. Еще раз крутанул, еще можно часть взять. И чем быстрее он будет прокручивать, тем он больше раз сможет вот эту часть брать, да, без ущерба для бизнеса, бизнеса, да. Так же и у нас, да. Но только этими знаниями обычные люди не обладают. Те, кто нами работают, они не обладают этими знаниями. Те, кто там даже некоторые фрилансеры не обладают этими знаниями, не обладают этими знаниями и даже некоторые предприниматели они не всегда понимают когда надо брать из оборота. Это с опытом приходит только когда уже награблены свои понаступаешь ты понимаешь, что где-то надо есть сезон, есть не сезон и как себя надо вести в это время так вот наши потоки учат всех людей на этой земле как правильно это делать и стартовый поток это образовательный поток и причем он самый высокодоходный особенно если заходить на крупные номиналы у меня тоже есть номиналы 100 тысяч и 10 тысяч юаней соответственно в стартовых потоках и скажу честно, мне это просто радует. Вот эти вот 5 тысяч минималка какая-то, которую новички крутят, я понимаю, что я правильно его обозвал в свое время бомж пакет, это правильный пакет то есть Доширак спасет вас от голода но здоровья он и долгой жизни вам не принесет, будете сидеть на Дошираке вы долго не проживете, поймите да? Вот, то же самое стартовый поток на 5 тысяч вам, ну, спасет вам что-то какое-то время, но он вас не изменит в вашу жизнь приятно открывать потоки ну хотя бы на 50 тысяч, а лучше от 100, самый выгодный стартовый поток а вот как ты, Сергей, ты этим потоком пользуешься? Вот как он тебе помогает развиваться внутри системы, либо как вот ты доход с этого потока используешь сможешь в жизни, либо больше в реинвесты направляешь? Скажи, пожалуйста с недавних пор я начал комбинировать его с растущим потоком, когда мне приходит выплата с стартового потока я из копилки закидываю сразу в растущий поток, а из копилки растущего закидываю в стартовый поток вот, и разницу, остаток, который остается, я вывожу, покупаю и камер, ну и часть вывожу на жизнь, но тут фишка этого стартового потока, что когда у тебя их много, ты их не считаешь, не контролируешь, просто заходишь, у тебя там список есть просто, ну если с компьютера вот, и когда там какой поток будет, ну на выплату тебе даст, ты не знаешь, то есть ты не рассчитываешь на эти деньги, да, и утром просыпаешься, открываешь, а у тебя там в копилочке оп, 100 тысяч лежит там, или 50 там, или 150 лежит, просто вот нежданно, негаданно, оп, упали, да, и вот когда ты с таким подходом не считаешь, не контролируешь, а просто вот они тебе прилетают, это самый офигенный эффект получается, вот, и ты с этими деньгами уже начинаешь распоряжаться, уже у тебя появляться, у тебя приходят реферальные, у тебя приходят из других потоков, да, и приходят стартовые, причем у меня на всех платформах есть, и на крупные номиналы в разных валютах, и вот ты уже начинаешь этими деньгами управлять, распределять их, куда еще, какой поток пополнить, и гаранси, там купить, и так далее, вот, ну и разумеется, на жизнь тебе тоже всегда, когда ты знаешь, у тебя уже обороты такие, что ты там миллионами ворочаешь, да, у нас тут на миллионные обороты выйти очень легко, у нас, ну, каждый день он миллионеров, да, поздравляем, вот, особенно с нашей квантовой стратегией снова, с миллионерами вообще как грибы сейчас растут, вот, и когда ты выходишь на такие обороты, миллионы уже для тебя уже просто как цифра на экране, ты всегда знаешь, что в любую сумму ты можешь в любой момент выделить хоть стартового, хоть растущего, хоть с любого другого, вот, но именно стартовый закладывает вот эту вот правильную программу в подсознание отдавать-брать, отдавать-брать, и в каких пропорциях это делать, это очень важно, вот. Шикарно, поэтому, дорогие друзья, запускайте как можно больше стартовых потоков на постоянно увеличивающиеся номиналы, то есть начали с пяти, идите в десять, десять, идите в сто, идите в сто пятьдесят, и так далее, то есть, друзья, на минималках не сидите, это неинтересно, это вообще неинтересно. Идем дальше. Ускоренный стартовый поток, скажи, пожалуйста, вот сейчас вот есть поток, но он более, как бы, быстрый и более выгодный, да? Скажи, пожалуйста, ты используешь ускоренный стартовый поток, под вид стартового потока? Да, использую, но меньше. Я больше люблю обычные стартовые потоки, потому что вот именно пополнять-брать-пополнять-брать мне как-то больше, ну, так, по приколу, по душе. Вот. А ускоренный стартовый, он такой же, как стартовый, да, но там ты сразу платишь за четыре периода, и два периода идут в подарок, и начинаешь сразу с шестого периода получать больше, чем тебя надо пополнять. Для кого-то это, ну, прикольнее. Я знаю много людей, которые двигаются только на ускоренных стартовых, да, и причем на крупные номиналы. Вот. Ну, разумеется, их хорошо комбинировать. Каждый, чем хороши наши потоки, наш фонд уже, что каждый может для себя подобрать комфортную стратегию. Как ему двигаться, на каких потоках, как их между собой комбинировать. Очень гибкие у нас условия. Вот. Поэтому ускоренные стартовые, обычные стартовые, это очень крутые. А сейчас у нас еще премиум, стартовый появился, который с недавних пор, которые еще круче. Они, как-то Андрей уже сказал, что стартовый поток, это самый выгодный у нас поток, особенно, когда на крупные номиналы. Особенно, когда мы еще e-currency заранее закупаемся, да, а потом в течение там периода их начинаем понемножечку подтягивать. Да, вы ощущаете саму вот эту выгоду. Вот. То премиум стартовый поток, он, у него емкость добавления e-currency в поток увеличен. Вот. То есть, вы туда больше e-currency чуть-чуть отдаете и больше выгоды получаете. Вот. Это самые крутые сейчас потоки. Ну, как я считаю, да. Вот. Поэтому сейчас мы все открываем только премиум стартовый потоки. Все верно, Сергей. Я тебя абсолютно поддерживаю. Я полностью перешел на премиум и забыл, что такое обычный стартовый поток. Вот. Поэтому рекомендую делать так же. Они более высокодоходные. Да, они больше требуют e-currency как топливо, но они больше и дают. Поэтому. Идем дальше. Следующий поток у нас это быстрый поток, да. Вот быстрый поток, оранжевая вкладочка в нашем кабинете, быстрый поток. Он подразделяется, давайте вкратце расскажу. Мы его называем деньги на каждый день. В обычном подразделяется на два вида потока. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты e-currency, которую мы приобретаем либо в сберкассе, либо в манисторже, либо на бирже Blackbit, либо уже в китайской сберкассе, либо в китайском манисторже, можно так ее назвать, да. Хотя визуально похоже больше на сберкассу, поэтому нам ближе говорить китайской сберкассу. Мне тоже вот прям вообще один к одному. А написано-то манисторж на китайском. Да, написано на манисторж, да. Ну ничего страшного. Вот. А мы будем ее назвать по-свойски. Потому что Китай, он же все-таки коммунистическая партия, а сберкасса немножко ассоциируется все-таки с социализмом, да. А не с капитализмом. Поэтому он больше китайской сберкасса. Вот. Поэтому супербыстрый поток. Это вторая разновидность быстрого потока. Работает две недели. Это самый короткий поток из всех наших денежных потоков. Он работает всего лишь две недели. Вот. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопочки «Начислить награду». Поэтому это очень интересный маленький депозит, такой как банковский у вас, маленький заморозка средств. И начисление выдает через 15 дней. Вот скажи, пожалуйста, Сергей, как ты пользуешься быстрыми программами, и как ты их запускаешь в оборот, либо ты используешь их чисто вот для жизни, деньги все-таки на каждый день. Вот поделись опытом. Короткосрочные депозиты, да? Когда ты хочешь деньги сохранить, а не потратить, да? Я так же сам вот с копилки сейчас растущего потока открываю быстрые потоки и супербыстрые потоки. И вот с копилки уже старайся не брать из растущего, а берешь деньги, тебе же каждый день начисляются на быстром потоке. И старайся брать уже именно из быстрого потока, выводить эти деньги на жизнь. А еще каждые две недели еще прилетает полностью весь депозит плюс процент еще из супербыстрого потока. Вот опять это суперкомбинация. Растущий поток из копилки растущего в стартовый, стартового в растущие, из копилки растущего потом в быстрый, в супербыстрый, а из быстрого и супербыстрого уже в карман и пошел на карточку и вот так вот их ходить, их тратить везде по Дубаю. Да, суперкомбинация. Хорошая комбинация, да. А это тоже поток. Называется поток радости жизни, да? Если вы начинаете вот этот поток запускать деньги, да, то у вас начинает жизнь преображаться. Если жизнь преображается, ваш мозг становится вам не врагом, а помощником. Он начинает искать возможности еще большего преумножения, да? Преображения жизни, преумножения вашего там здоровья, энергии, мечты какие-то у вас становятся более смелые, да? Сначала вы вот так вот мечтаете, а потом учитесь вот так вот мечтать, а потом уже вот так вот, да? То есть развитию нет предела, да? И сейчас, на данный момент, это очень важно для того, чтобы, познавая мир, допустим, вы познаете себя, да? И если вы не будете выбираться только из одного маленького где-то городишки, да? То есть вся эта жизнь, она будет только в онлайне, да? Надо выезжать обязательно, надо свое тело в другую песочницу пересаживать. То есть Сергей пересадил в большую песочницу под названием пустыня, да? Которая выходит на Персидский залив, а Персидский залив оказался тепленьким. Это, кстати, тоже очень интересно, попробовать на своем теле. Вот. Я-то путешествовал в свое время по Арабским Эмиратам. То есть обязательно, Сергей, съездите на Индийский океан. Это самый отдаленный Эмират, но с выходом на Индийский океан. Поэтому обязательно сгоняйте туда, там тоже есть пару интересных моментов. Так, ну что, по быстрым потокам приблизительно мы поняли. Теперь один из любимчиков – растущий поток, да? В трех словах скажи, пожалуйста, про растущий поток, что это, как ты им пользуешься, как… У нас есть, да, у нас есть стратегии, как ты… Стратегии уже рассказывать сильно не будем, но как олицетворение растущего потока для тебя в жизни, да? Сейчас для меня растущий поток – это как флагман уже, да? Если старт об этом как тренажер, то растущий поток – это… В общем, в растущий поток мы загоняем все свои свободные средства. Когда мы его раскачали, раскачали, у нас там уже большое, уже хорошее начисление, у нас еще фишка его такая, что там сумма начислений ежедневных, которые мы получаем, она постоянно растет. Это психологически очень круто влияет на состояние, когда мы сегодня получили там 45, завтра я получил 46 тысяч, посредавтра 47 тысяч. И с каждым днем у нас сумма увеличивается, все больше и больше и больше. И когда сумма… Сергей, посмотри, пожалуйста, микрофончик что-то выбило тебя. Реферальный, да? Да, 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 мне звонок, мне пошел все звонок. Да, все доходы, которые у меня сейчас приходят, ну, в основном это мои реферальные, потому что я, кроме как с развитием фонда, больше ничем не занимаюсь. Я запускаю все в растущий поток. Они там у меня приумножаются, выходят каждый день постоянно растущими суммами в копилку и с копилки я уже эти деньги распределяю дальше по другим видам потоков, ну и часть там беру тоже, конечно, себе на жизнь. Поэтому это очень крутой поток, этот поток, он учит нас избавляться от жадности, да, чтобы не выгребать все. А вот эта вот идея нашего фонда, она как в чем заключается, то что мы все скидываемся в одну купщую копилку, а потом каждый берет столько, сколько ему надо, да, на жизнь, вот именно по потребности, какой, в разные периоды временные. Так как у нас мы все тратим деньги в разное время, да, мы можем пользоваться одними и теми же деньгами в разное время, да, то есть распределительная сеть такая. Вот. И вот растущий поток нас обучает не выгребать все, да, а брать именно столько, сколько надо в какой-то определенный момент жизни, в какой-то определенный временной период. Вот, потому что если мы оттуда будем выгребать, там есть такая хитрая фишечка, что процент и сумма ежедневного начисления она будет немножко откатываться пропорционально суммы, которые мы будем брать из копилки, это нас побуждает не выгребать все, а именно брать именно тогда, когда действительно есть какая-то потребность. Вот. И таким образом у нас и деньги всегда есть, и есть ощущение, что они у нас всегда есть, и есть состояние уверенности в завтрашнем дне, безопасности. Вот. И есть у нас развитие. Шикарно, да. Растущий поток мне напоминает чем-то вот яблоневый сад, да. Чем больше мы садим яблонь, тем больше они со временем начинают давать урожай. И как важно, когда яблоки собираете, ветки не обламывать, да, а аккуратненько яблоко брать, потому что если вы ветку обломали, то все, дерево уже болеет и вам меньше даст урожай. Поэтому растущим потоком надо всегда подкармливать его, заботиться, постоянно садить новые саженцы, то есть делать новые взносы. И, конечно же, брать обязательно с него на жизнь и на развитие себя как личности, вкладывать деньги в свое здоровье, в свое эмоциональное развитие, психоэмоциональное развитие, чтобы вы радостны в жизни были. Деньги приходят как на бодряк деньги приходят. Деньги приходят на бодряк. Если вы грустные, деньги к вам не идут, запомните. Деньги не любят грустных людей, поэтому улыбнитесь, радуйтесь каждому дню, которую вы прожили в этой жизни. И тогда следующий день будет еще лучше и еще лучше. Поэтому чем отличаются люди, которые в потоках? Они в потоках прежде всего, да, Сергей? Они прежде всего в потоках. В потоках любви, благодарности. Поэтому все мы пишем, как сумасшедшие доброе утро, счастливые люди, да? Потоковое мышление. Мышление нового мира. Туда, куда мы все идем и переходим. Потоковое мышление. Отпустить контроль и довериться потоку. Потоку событий, потоку жизни. И все будет происходить всегда наилучшим образом. Абсолютно верно. Вот мы предполагаем, а Бог располагает. Вот Бог располагает, это и есть потоковое мышление. Понимаете? Довериться Всевышнему, который всегда сделает для вас самый оптимальный вариант. Но, ну, кажется, на Бога надейся, сам не плашай, пожалуйста. Нет у Бога других рук, кроме наших рук. Поэтому берем своими руками и сами меняем свою жизнь, свое здоровье и так далее. То есть сообщество создано для того, чтобы помочь вам, помочь вам, нам, помочь. Мы сами себе помогаем, чтобы у вас не было кассовых разрывов по жизни. Чтобы вам не приходилось идти брать кредит, чтобы платить старый кредит. И вот так вот закабаление идет, да? Наше сообщество, оно раскабаляет, оно высвобождает. Именно поэтому Дмитрий Васадин говорит, берите, там, не более 10 тысяч баксов на члена семьи. Это универсальная формула счастья, дорогие друзья. Ну, если у вас трое членов семьи, берите 30 тысяч долларов в месяц. Вам хватит всего. И отелей, и ресторанов, и путешествий. Что хотите, да? А все остальное закидывать обратно в потоки. Это даст еще больший, как бы, оборот. И поэтому у нас есть еще один интересный поток. Называется накопительный поток, либо деньги на будущее. Сергей, вот как ты им пользуешься? Расскажи. У меня много накопительных потоков и в разных валютах, и разных номиналах. От 1000 рублей до 10 тысяч. У меня 4 по 10 тысяч. Сейчас я хочу открывать уже по 20 тысяч. Я знаю людей, у которых есть открытые 100 тысячные потоки накопительные. Вот. Он чем прекрасен? Тем, что мы накопительным потоком платим себе наперед. Да, себе же наперед. То есть мы отдаем каждый месяц какую-то сумму, фиксированную на протяжении там от 3 до 25 лет, в зависимости, какой период мы выберем, да. Вот. Если, допустим, ну, на примере там 1000 рублей, я расскажу, минимально, что я так помню, какое там приумножение, там идет приумножение X5. Да? 1000 рублей на 3 года. 3 года у нас период накопления. Мы каждый месяц отдаем по 1000 рублей плюс и currency в копилку, а через 3 года у нас наступает период выплат, и мы на протяжении следующих 3 лет получаем умноженную в 5 раз сумму, то есть 5000 рублей. Вот. Это на примере 1000. Если мы, допустим, 10 тысяч будем так делать на 5 лет, то у нас будет коэффициент умножения гораздо больше. Когда у вас тоже много открытых разных номиналов на разных валютах накопительных потоков, то там через минимум, через 3 года вы начинаете получать уже просто, можно сказать, пассивный доход, да, и можно обеспечить свою старость. И у нас многие люди открывают своим там там внукам на обучение, там, да, детям эти накопительные потоки в своих кабинетах, вот, чтобы деньги, вот, родился сын, ты открываешь там на 15 лет накопительный поток на какой-нибудь там, на 100 тысяч рублей, да, он тебе копится, 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 через 15 лет ты знаешь, что у тебя сын подрастет, у тебя будет там уже хорошая сумма, которую он будет получать. Как вот здесь, в Эмиратах, да, безусловный, или где-то, безусловный базовый доход. А, да, в Эмиратах, когда ребенок рождается, здесь у них дают, ему сразу на баланс кладут, там, сколько, 20 тысяч, по-моему, долларов, или 200 тысяч долларов, и дают еще и дом земельным участкам. Мы когда-то такси ехали до гостиницы, там по обочинам дома стоят заброшенные, заброшенные, построенные, хорошие коттеджи с земельными участками. Вот мы спрашивали, а что это за дома? А это, говорит, местным выдают государство, то есть там по умолчанию каждому идет дом, дают, да, здесь. Но они у них не жмут, они им не нравятся, они другие себе строят, там, а те забрасывают, и даже им не пользуются. Представляете, вот какой уровень жизни, вот, безусловный базовый доход. Такой вот накопительный поток, может вам такую же штуку организовать, что вот ребенок рождается, вы ему открываете, и потом он у вас уже, когда подрастает этими деньгами, может распоряжаться. Вот, да, вот Арабский Эмират – это очень интересная страна, где уже, по сути дела, когда анализируешь эту систему. Кстати, замечтайте каждый из вас посетить эту страну, изучите, да. Вот, и очень полезно, Сергей, если ты будешь там где-то в Дубае, пойдите в музей, музей по основанию Арабских Эмиратов. Очень интересно, просто вообще. То есть покажут, откуда они пришли, да, то есть покажут землянку вот этого бедуина вонючую, да, вот, и как они поднялись за эти, там сколько тут уже, 70, наверное, где-то лет. Поэтому это очень интересная история, да. То есть по сути шейхи объединились и запустили, несмотря на то, что нефть находится только в двух Эмиратах, да, всего их семь Эмиратов, да. То есть шейхи двух Эмиратов приняли решение объединить всех шейхов шейхов и все Эмираты сделать общую кассу, грубо говоря, взаимопомощь, да. И уже часть этой кассы они уже полностью всем своим гражданам инвестировали в граждан, да. То есть, соответственно, дома вот дают, да, и ребенок родился, непосредственно депозит ему сразу 20 тысяч долларов и так далее. Обучение, по-моему, там тоже кое-какое заграничное даже оплачивали раньше, а потом поняли, что когда они отправляют за границу своих молодых граждан учиться, то они не возвращаются потом из-за границы. Так вот, они сделали такую систему, что выгодно стало университетам всеми, вот в Эмиратах есть все университеты мировые, и Кембридж есть, и Оксфорд есть, и так далее, филиалы. И теперь уже вот в этих филиалах, этих университетах учатся уже их непосредственно граждане, поэтому теперь они уже не отправляют их за границу, они все филиалы сюда, и все фирмы стянули сюда, и все там, все бренды полностью. В январе, кстати, вот в январе очень большая распродажа в Арабских Эмиратах всех фирменных брендов, неважно, начиная от электроники, заканчивая там техникой, машинами, там тряпками и все что угодно. Вот поэтому это одно из государств, где показывают, как можно жить по-другому, как можно жить по-другому, не перебиваясь с копейки на копейку, не где-то там власть имущие, либо там олигархи имеют все, а вот 90% населения страдает, а как можно жить всем счастливо, и всем всего хватит. И даже вот видите, даже дома не живут в домах, которые дает государство, потому что как-то уже есть возможность жить в более лучших домах, да? Вот. Поэтому даже такое есть, это очень интересно, да? Сергей, у нас еще одна есть возможность в кабинете, это лотерея, да? Мы ее называем «Беспроизошная лотерея». Скажи, как ты ей пользуешься, да? Покупаешь ли ты лотерейки, играешь ли ты? Я пару раз видел скрины, что джекпот прям за тобой следит, он прям тебе подкидывает. Да, я как раз забыл сегодня проверить лотерейку, только раз ты напомнил, я зашел посмотреть сейчас. Тут у меня опять куча выигрышных лотов, потому что я их оптом закупаю сразу. Я там беру сразу по 100-200 штук классика, по 20-30 штук беру «Блуд» джекпота и примерно столько же «Голтон» джекпота. Я мечтаю выиграть джекпот. Причем фишка лотереи нашей – это тот же самый поток, поток удачи, мы его так называем, это поток, который может в любой момент сделать вас миллионером. У меня есть пример один, у меня женщина-новичок пришла, зарегистрировалась, выбрала с какого потока начать, купила себе на одну тысячу рублей лотерейку, на второй день выиграла четыре цифры, угадала из пяти. Я выиграл 36 тысяч рублей. Представьте, только человек пришел, тысячу вложил, и на эту тысячу x36 сделал, приумножил 36 раз. Лотерейка так устроена, что она беспроигрышная, то есть когда вы покупаете лот, и вы по-любому что-нибудь выиграете. И так как у нас сейчас семь платформ запущено, представьте, я на всех семи постоянно покупаю лотерейки, то у нас происходит семь розыгрышей в день, вдумайтесь, семь розыгрышей в день. То есть когда у нас была одна только рублевая, евро, два было розыгрыша, а сейчас семь. То есть семь раз вы можете стать миллионером. Особенно если такую, как-то помню, у нас один случай был, один человек заполнил 36 лотов golden jackpot цифрами одинаковыми. И у него все эти 36 лотов сыграли по четыре цифры, угадали. Он выиграл 360 тысяч рублей. Вот представьте, если вы на всех платформах заполните тоже такой лайфхак, только что придумал, заполните одними и теми же цифрами, да, golden jackpot, то вы можете выиграть, хотя нет, там цифры-то разные. Но все равно, тем не менее, когда у вас есть все виды лотов на всех платформах, а там еще происходят розыгрыши в разное время, вы в течение дня заходите, проверяете и радуйтесь, выводитесь. Деньги тоже, это тоже такой поток. Очень приятные, особенно когда по четыре цифры выпадают, по три. Вот, в этом очень, очень крутая тема, которая, так как у нас все потоки, они разделены от долгосрочные, короткосрочные, высокорисковые, низкорисковые. Вот лотерейка, она как относится к высокорисковому, да, то, что вы можете вложить там сумму, да, выиграть сумму меньше, чем, ну, чем купили лот, вот. Но есть высокая вероятность того, что вы можете стать миллионером с одной тысячи рублей всего лишь. Вот, шансы 1 к 36. Поэтому это очень крутая тема, особенно для азартных людей. Это та лотерея, где реально выигрывают люди джекпот. У нас очень, ну, часто, да, там где-то… Часто, каждую неделю. На какой-то площадке, да, да. Три-четыре раза в месяц джекпоты срываются. Чем больше площадок появляется, тем больше существует джекпотов, да. Вот, когда ты смотришь на человека, который выиграл джекпот, смотришь на его эмоции, как он прям вот… Хочется тоже так… Хочется тоже это прожить. Ты быстренько бежишь и закупаешься лотами, прям оптом их берешь. Рекомендую брать оптом сразу по 100, по 200 там лотов, чтобы не мелочиться. Представьте, у вас 200 лотов, и вы сразу… У вас 200 лотов играет в этом розыгрыше. Вот, а если все у вас на 7 платформах по 200 лотов, то джекпот точно долго не застарится держать. Вот. Хочу поделиться тоже опытом. Благодарю Надежду Андрееву, она на себя взяла инициативу и создала чат. Он сейчас находится вот уже полгода в тестовом режиме, да. Туда зашли 50 человек нашей команды, кто захотел, и мы поздравляем друг друга с днем рождения. Представляешь, да? То есть, каждый получает на день рождения 50 лотерейных билетов. То есть, и вот так вот дын-дын-дын-дын-дын. Да, там есть процедура, надо администрировать, кому-то напоминать, там и так далее. Ну, это… Благодарю по этому Надежду, благодарю Анастасию, они эту лямку тянут как бы. Ну, тем не менее, даже мне пару раз напоминали, потому что я влез в этой переписке, в этих созвонах постоянно. Вот. Но, как приятно именинникам получать сразу 50 лотерейных билетов. А у нас есть техническая возможность дарить внутри кабинета лотерейные билетки. Это друг другу дарить. Представляете? Зная почту, мы можем друг другу подарить любые лотерейные билеты. Поэтому мы поздравляем друг друга постоянно с днем рождения, с какими-то праздниками. И это очень круто. Поэтому, другие команды, берите это на вооружение. Сейчас, я думаю, если Надежда примет решение увеличить штат этого чата, то администрировать, конечно, придется. Нагрузка на администрацию будет больше. Если, допустим, даже 100 человек будет. Но частота вот этих вот радостных именинников, она тоже больше. Представляете, да? То есть 50-100 лотерейных билетов сразу в банке. Лотерейная касса в взаимополосе получится. Да, да, да. Это тоже интересно. Спасибо Надежде Андреевне, что так придумала это, во-первых. И реализовала. Умничка просто. Так, идем дальше. Это далеко не все. Многие приходят у нас в сообщество. О, кстати, у нас уже больше 350 участников у нас сегодня на эфире. И спасибо, что пришли, что уделили время. Все новые участники, кто еще не зарегистрированы, обязательно регистрируйтесь. Берите ссылку у человека, который вам дал эту информацию. Если ее нет, пишите мне в личные сообщения. Либо выбирайте у бота список. Есть лидеров, спикеров, консультантов, которые помогут вам разобраться в системе. В самом начале очень важно взять, выбрать себе наставника по духу своему. Это важный момент. Поэтому, кому я не нравлюсь, меня не выбирайте. Поняли? Не выбирайте. Идите и ищите человека. Ты можешь не нравиться кому-то. Ну, все нормально. Мы все разные люди. Идите и ищите себе человека по вибрации. Это очень важный момент. Смотрите, друзья. Многие приходят вообще с минусов или даже без денег. И даже такие люди... У нас много таких примеров, которые выходили от безденежья, уходили от долгов. Конечно, если долги там совсем большие, мы рекомендуем все-таки пройти процедуру банкротства, если не критично. Но если долги там меньше миллиона, потоки без проблем вам могут помочь эти долги, в принципе, и погасить. Да? И у нас куча, просто куча таких вот кейсов, как говорится сейчас модно, кейсов, да? Вот. То есть положительного опыта у нас очень много. И откуда люди могут брать деньги? Могут брать деньги из рекламного бюджета. Дело в том, что у нас... Мы, сообщество, не дает рекламу. Вы нигде не увидите никакую рекламу. Ни в Яндексе, ни в Гугле, ни еще где-нибудь, да? А весь рекламный бюджет сообщество распределяет через реферальную программу всем своим активным участникам и лидерам. Поэтому, дорогие друзья, пользуйтесь реферальной программой. Это такая ссылочка в вашем кабинете. Опять-таки надо иметь кабинет, да? Называется «Вознаграждение за развитие проекта», да? Сергей, вот поделись, пожалуйста, лайфхаками, вот как наши люди пользуются вот этой возможностью. Не все пользуются, но те, кто пользуются, у них просто жизнь меняется. Классно ты придумал, выделяя из рекламного бюджета. Сейчас сижу, думаю, это же действительно так, да? Так и есть. Все равно любой вид бизнеса… Продвигаться надо продвигать, надо продвигать. Ну, какую-то часть из дохода дают рекламу, а у нас получается, что это доходный, ну, рекламный бюджет заложен в наши реферальные, потому что кто самые лучшие рекламщики? Это люди, которые являются… Пользователи. …сами продуктом этой системы, кейсом, да? Мы все пользуемся потоками, мы освобождаемся от финансового рабства, мы съездим, путешествуем, закрываем долги, покупаем машину. У нас люди вот каждый день уже выгоняют у нас тачки, да? Там с салона, там увольняются с работ, да? Я уже сказал. В общем, ну, жизнь реально меняется, вот. И у нас есть такое правило, да, что когда ты меняешь, когда ты берешь деньги из фонда и тратишь на улучшение, то есть тебе надо по-любому брать деньги из фонда и тратить на улучшение качество своей жизни и делиться этим, да, делиться этим. И за счет того, что мы делимся, у нас получается, что наше окружение или не только наше, но вы можете в социальных сетях, в сторисах везде выкладывать там скриншоты, там, ну, у нас многие так делают. Вот. И люди, они будут замечать, как у вас меняется жизнь, и тоже будут ходить, потому что у меня очень много людей, которые хотят денег, да, которым нужны просто жизни, наверное, необходимые деньги. Вот. И когда эти люди обращаются к вам с просьбой, как-то так, вот, уволился с работы, купил машины, там, полетел в Дубай, там, еще что-нибудь, да, я им объясняю, что я участвую в фонде взаимного финансирования, я скидываюсь деньгами вместе со всеми, а потом каждый берет столько, сколько ему надо, и всем хватает, и при этом денег всегда ты можешь взять больше, чем туда положил в какой-то момент времени. Вот. Это, разумеется, люди заинтересовываются, что это за ноу-хау, новая система, да, такое перераспределение ресурсов и всех благ на планете. Вот. Мы помогаем запускать денежные потоки человеку, он тоже начинает менять свою жизнь, начинает увольняться с работы, там, в общем, покупать себе все блага, вот, и открывать все больше и больше денежных потоков. У нас так устроена система, что все люди регулярно пополняют свои потоки. Вот я вчера пополнял, я свой растущий пополняю день через день. Вчера пополнял, сегодня сейчас буду пополнять. Андрей, я знаю, тоже пополняет, Андрей делится регулярно. Вот все 344 человека, которые у нас на трансляции, и вот те, кто участники, вот все, я уверен, на этой неделе пополняли свой поток. Вот, ну, один-два раза. Напишите плюсик. Кто на этой неделе пополнял свой поток какой-нибудь? Напишите, сколько нас таких вот. Давайте я даже я напишу, давайте плюсик тоже. Да, сейчас весь чат будет в плюсах. Да, кто на этой неделе пополнял поток. Давайте, кто один раз пополнял один плюсик, кто два раза два плюсика, кто 15 раз. Все, все, понеслась, смотрите, что творится. Жара, жара, просто жара. Видите, сколько людей пополняет потоки, да? Вот представьте. Жара. И с каждого, вот и ваши люди, которые подключатся к вам, да, они тоже будут так делать. И представьте, с каждого пополнения ваших людей вы будете получать процент из рекламного бюджета. Все верно. Все верно. То есть сообщество вам будет выплачивать средства из своего рекламного бюджета, так как они сэкономили, а вы привели им людей. Все верно. Да, вы сработали как рекламный агент, по сути дела, да? И вот, кстати, все ребята, кто хотят открывать самозанятость, вы рекламный агент, вы рекламируете, вы занимаетесь рекламно. Есть такая статья в ОКВЕДе, вот, как рекламный агент. Вот и все. Вы рекламируете онлайн-проекты. Все. Поэтому на данный момент. Да, реферальные, они у нас очень щедрые. Вы будете получать не только со своих людей, а еще и из людей, которые ваши люди будут приглашать, приводить. И так далее. До глубины, до бесконечности. У нас можно целую карьеру на этом построить. И стать миллионером. Можно выйти на доходы 100-200 тысяч рублей в день. Только за счет, чтобы вам не только ваши потоки, а только реферальные вам приходили. То есть, с вашей командой, с ваших людей. Вот это я как бы говорю не просто так, не голословно. Ну, можно тогда я в пенис, ребята? Можно? Давай, давай. Всем добрый вечер. Так вот, я прямо сейчас села и посчитала. Вы представляете, я всегда говорю, что мне только растущий дает 3 миллиона рублей. Сейчас села, посчитала 5 миллионов 689 тысяч 248 рублей. Ребята, за год с небольшим вот такие щедрые вознаграждения за развитие нашего сообщества. Для меня это самый мощный поток. Самый мощный. Благодарю, ребят. Я тоже люблю этот поток. Это тоже денежный поток реферальных. Мы влияем на жизненную ситуацию людей, улучшаем ее. Ведь все люди, которые к нам приходят, они через считанные месяцы улучшают свою жизнь. Это факт железобетонный. Неопровержимо. Реально это так происходит. И мы к этому причастны. Понимаете? Вот эта фишка, что мы к этому причастны. И система нам, вселенная даже, мы называем даже не система, а вселенная, нас вознаграждает в виде вот этого вот потока. Мы получаем, так как у нас наши участники открывают много себе денежных потоков. Там десятки просто. И маленький речеечек с каждого потока протекает через вас. Да? Поэтому те люди, которые... У нас очень хорошо приживаются те люди, которые умеют строить команды. Сетевики. Да? Очень быстро к нам приходят. Очень быстро там с считанные месяцы выходят на миллионные обороты. Вот. А так вообще может любой. Есть и Вася с завода, который приходит. Вчера он держал там сварочный аппарат. Там весь в грязи. А через два месяца он у нас уже лидер с большой командой и с большими чеками ежедневными. То есть абсолютно доступная система каждому. Да, у нас есть разные люди. Кто-то живет в тайге и через онлайн транслирует. Кто-то живет в больших городах. Кто-то в маленьких. Кто-то за полярным кругом даже есть на вахтах. И так далее. У нас каких только... На разных материках у нас есть участники по всему миру. Понимаете, друзья? У нас семь мультивалютных площадок. Сейчас мы об этом чуть позже тоже расскажем. Ну, а сейчас, надеюсь, вы поняли, что реферальную программу надо пользоваться. И у меня были такие случаи в команде, и они очень частые. Есть осторожные очень участники. Такие, вон, я посижу, понаблюдаю. Вот сидит он год-полтора, наблюдает. Там нажимает кнопочку. Вот. И проходит год-полтора. У него какое-то осознание. Все-таки что-то там... Все-таки что? Ой, елки-палки! Работает же все-таки, да? И вот какое-то... Жетоны, наверное, копились, копились, копились. А потом вот количество жетонов продавило основным жетоном. И вот что-то осознание... Я ж тут полтора года, да? А вот я пришел с Федей, а Федя уже миллионер. А я еще тысячу кручу, кручу в своем растущем потоке или еще там что-то, да? И он такой включается, такой идет там к своим знакомым. А они говорят ему, так мы уже давно пользуемся этой системой, да? И он такой, елки-палки, опоздал, да? Вот таких случаев очень много, ну очень много. Поэтому не тормозите, дорогие друзья. Вот если... Поделитесь с системой. Главное, чтобы вы ей пользовались по-настоящему, да? Не тормозите. Поделитесь с системой, иначе, ну, к вашим знакомым придут другие люди и поделятся с этой системой. Вот и все. Поэтому на данный момент успех от слова успевать. Распространенный случай ты обрисовал на самом деле, что человек приходит, пока он там носом вертит, его все окружение уже заходит в потоке, он потом всех остальных догонять приходится. Да, успех от слова успевать, дорогие друзья. Это очень важный момент. Идем дальше. Это далеко не все. Ведь у нас еще есть целая финансовая инфраструктура. Давай, Сергей, о нем по-быстрому расскажем, да? Что у нас есть, да? У нас есть семь касс взаимопомощи мультивалютных. Это в рубля. Общеевропейская в евро. Испанская в евро. Польская в злотых. Киргизская в сомах. Дальше британская в фунтах в стерлингах. И китайская ура-ура, недавно открытая в юанях, да? Поэтому, дорогие друзья, семь. Семь касс взаимопомощи международных. Скажи, пожалуйста, Сергей, а вот почему их семь? И зачем вообще международные кассы вот так вот открывали? Потому что их скоро будет сотни. Сотни будут скоро. Есть задача зайти в каждую страну и запустить платформу на местной валюте. И причем каждая платформа это как отдельное независимое государство, в котором есть свой руководитель, даже немножко по правилам немножко отличается. Руководитель немножко свой устав может корректировать. Своя структура лидеров, свои топ-лидеры. И на данный момент у нас семь площадок. Они постепенно открываются. Китайская у нас запустилась 1-го числа этого месяца, 1-го октября, по-моему. На юанях мы все успешно зашли туда. Следующая площадка там тоже в какой-нибудь стране откроется, где будет уже готовая инициативная группа, да, во главе с крепким лидером, который будет, сможет достойно возглавить. И вот есть задача масштабироваться на всю планету. То есть мы как сообщество Меркурий уверенно шагаем по планете, запускаясь в разных странах, на местных валютах, втягивая в себя местную экономику, делая людей счастливее, богаче. И это очень круто. Вот, то есть, действительно, скоро у нас будет, сейчас вот, у нас 7 платформ, а вот год назад сколько у нас было? 3 или 4? Тоже, ну, как цифра 7 казалась каким-то, ого, да, сказка. Так же, как когда-то и Каренси казалась, да, по 250 рублей. Тоже каким-то космосом, блин. А сегодня мы живем уже в этой реальности, да. Вот, поэтому скоро будет 10 платформ, будем праздновать, я наверняка думаю, мы будем юбилей 10-ю платформу будем праздновать, потом 15-20 там. И, представляете, в каждой платформе мы есть как участники, как лидеры, как команда, и в каждой платформе у нас есть, вот, представляете, вот, я, ну, как вот для себя осознаю, я утром просыпаюсь, я захожу уже на 7 платформ и нажимаю по 2 кнопки на каждой платформе. 14 кнопок. 14 кнопок нажимаю и плюс еще ставлю в каждом этом три строчки вывода в каждом потоке, 5 на 3, 15, 15 выводов делаю из, ой, меньше там, ну, короче, где-то 10, 10 выводов с каждой платформы на 7, 70 транзакций только с потоков и реферальных бонусов идёт ежедневно в наши кошельки. Представьте, 70. И это не всё, поэтому я записал 90 денежных потоков, мы всё вообще посчитали, да? То есть потенциально... у тебя был твой этот мега-блокбастер 17 денежных потоков. 17, да, всё. А сейчас 90 уже. Да, да, сезон. Второй сезон, вышел второй сезон, да? Второй сезон вышел. Второй сезон блокбастера. Следите за новостями, следите за сезонами, да. Мы растём, поэтому это очень-очень радует, дорогие друзья. И знаете почему? У сообщества есть возможность дуплицировать систему, потому что у нас есть наша финансовая инфраструктура. И давайте в трёх словах о ней расскажу. У нас 7 кассов взаимопомощи нового поколения, да? Дальше. У нас наша есть криптовалюта e-currency. И причём она не одна, но она сейчас в основном находится в обороте, да? У нас есть свой облачный майнинг, с помощью которого можно майнить тоже нашу криптовалюту e-currency. И на этом тоже можно зарабатывать. У нас есть свой блокчейн. Это вообще дорогая штука. Она делается очень долго и стоит очень дорого. Не каждый даже европейский банк имеет свой собственный блокчейн, дорогие друзья. А у нас он уже есть более 5 лет. И он постоянно модернизируется. Дальше. У нас есть своя нейросеть, дорогие друзья, да? Которая уже больше двух лет следит за безопасностью работы нашей системы. А это вообще фишка. Полностью человеческий фактор у нас убрали и мы пользуемся благами искусственного интеллекта. И это очень круто. И она не простая нейросеть, она самообучаемая. Понимаете, да? Что если вдруг что-то происходит, она начинает дальше учиться даже на каких-то изменениях в этом мире. Ну, в этом мире постоянно что-то происходит. Идем дальше. Что у нас еще есть? У нас есть биржа BlackBit, где мы можем купить, продать разную криптовалюту, в том числе и currency. Мы можем там купить и продать. Вот. Поэтому это тоже очень хороший инструмент. Я постоянно, кстати, в последнее время я постоянно покупаю и currency именно на бирже BlackBit. И мне немножко даже радость на сердце, что мои там 200-300, 100 и currency, которые или 500, которые я куплю, у меня сразу оп, зеленая свеча пошла вверх. Я маленькую лепту внес в поднятие курса и currency. Вот. Поэтому люблю эту биржу. Очень быстро все проходит, все транзакции с сберкассы на BlackBit и наоборот, с Money Storage на BlackBit и наоборот и так далее. Либо китайская сберкасса. Сергей, может я что-то еще упустил? Что еще у нас есть в виде финансовой инфраструктуры? Ну, ты рассказал завтра, что у нас три криптовалютных, мультивалютных кошелька, да? Мы можем смело даже назвать банками. О, не сказал, не сказал. Давай-давай. Даркасса, Money Storage и с недавних пор вот с первого октября у нас появился третий китайский Money Storage хранилище денег. То есть три банка. Вот можно их смело назвать банками, да? Правильно? Потому что мы там храним свои деньги. Я все свои, как бы, все мои накопления, да? Мои капиталы, они хранятся именно там в Сбербанке. Ой, в Сберкассе. Не в Сбербанке, да? Я пользуюсь карточкой Сбербанка. Я вывожу на нее ровно там столько денег, сколько мне надо там потратить. То есть у меня там больше пятидесяти, там, ну, больше ста тысяч не скапливается, да? При всем том моих, моем заработке, сколько я денег получаю в фонде, да? Я все храню в e-Currency, все храню на Сберкассе, на Money Storage, сейчас еще на китайском, Money Storage, то есть распределенный, ну, и все прям в поток. Вот. И в этом есть вся прелесть, то, что мы свои сбережения теперь храним в более надежном месте, чем наши банки. Государственные, или даже не государственные. Да, не государственные. И в чем прикол, у этих наших мультивалютных кошельков тоже есть реферальные системы, тоже мы можем их рекомендовать, там еще интересно так устроено, что мы, чтобы подключить человека по реферальной системе, мы ему дали монетку, да? Можем по e-mail взять e-mail, отправить ему монетку, он придет на почту уведомление о том, что вам сделан перевод, он перейдет по ссылке, зарегистрирует, заполучит ваш перевод и за вами закрепится в системе и потом в дальнейшем, когда он будет пользоваться мультивалютным кошельком этим, вы будете получать процент постоянно с его транзакций и потом, когда он подключит людей, вы тоже будете с этих людей. В общем, я тоже открываю сберкассу, каждый день там куча реферальных транзакций. Вот казалось бы, поначалу это казалось какой-то мелочи, думаю, что там за то, а потом это, когда уже много людей собирается, такие кругленькие суммы хорошие получаются уже. Вот. И в чем фишка, что мне удобно нравится, что вот я, допустим, приехал за границу, с российской картой я тут никуда, вообще никуда. Все, у меня сбербанк-карта наваляется, без беда. А с сберкассы и с мони сторожа я могу деньги обналичить в любой точке мира, абсолютно в любой, через криптовалюту. Вот, допустим, здесь у АВ приехали в Эмираты, да, здесь есть криптовалютные обменники. Я могу в любой момент поехать и обменять, точнее даже заказать. ходишь в обменник, заказываете, и вам прям в номер стучатся, проносят наличку местные дирхамны. Вот. А я перевожу с сберкассы сразу в USDT. Вот. То есть с сберкассы, деньги с сберкассы я могу конвертировать, могу перевезти Андрею, да, в другую страну, там, или в любую другую страну отправить, и сделать взаиморасчет, что не позволяет делать наши традиционные банки. Да. То есть я Андрею, в Беларусь могу отправить, да, допустим, куда-нибудь там в другую страну, да, я с России не могу отправить деньги. Вот. А через сберкассу могу. Вот это и есть наше ключевое преимущество, когда вы начинаете путешествовать по всему миру, по разным странам, вы начинаете понимать, насколько крутая штука это на свой банк иметь, да, вот такой вот, который стирает все финансовые рамки между странами. Вот. Особенно сейчас эти новые карточки такие вот появились, которые вот мы сегодня от In2Pay рекламируем, кстати, в телефон ее закинул, и все. Два с половиной процента комиссия, я сразу со сберкассы перевожу на эту карту и кайфую. Жене привязал к телефону, к своему телефону, и просто входишь в ВСБ, чпон, чпон телефон, и все. Великолепно. И минуя банковский сектор, вообще в него, получается, не выходим. там, ну, неймовская карта, гонконговская, там, в Гонконге она зарегистрирована, да. И все, можно сказать, мы исключены, вот живя, допустим, в ООС здесь, да, в Эмиратах, пользуясь этой картой, все, мы вне банковской системы, уже вышли, можно сказать, из нее. Мы с сберкассы переводим на карту, и вот. Это очень круто, когда вот есть такая вот у нас система. вот. Поэтому, друзья, параллельный, да, параллельный финансовый мир. Это круто. Да, банки, они теряя, потеряли уже свою актуальность, они, не выполняют, не закрывают наши потребности, они, наоборот, сейчас блокируют нам, там, где вы, где вы взяли деньги, там, начинаются расспрашивать от этого. многие сталкивались, наверняка, с этой проблемой. Поэтому, нам они перестают быть интересными, совершенно. То есть, они уже морально устарели, и потеряют всю актуальность, на фоне наших новых финансовых технологий. Это очень круто. Вот. Поэтому, друзья, здесь просто параллельный финансовый мир, просто параллельный, да, и вы, когда, чем глубже вы разберетесь, не про, это не просто кабинет, там, сберкасса, это либо, там, какой-то кабинет, им они сторожа. Вы должны глубже разобраться. У вас здесь должна быть полная схема выстроиться в голове, и как этой схемой в какое время можно воспользоваться, понимаете? вы будете понимать глубину. То есть, все наши 7к взаимопомощи, они стоят на нашей финансовой инфраструктуре. И мы только с Сергеем еще знаем, там, 3-5 проектов, которые в любой момент могут быть запущены. Просто в любой момент, да. Просто сообщество, надо быть готовым к тому, чтобы взять эти возможности. Ну ладно, вы хотя бы 7к кабинетов возьмите, 14к кнопочек. Из того, что есть, вот у нас уже есть огромная инфраструктура, которая уже делает нас всех богатыми счастливыми, а это всего лишь полпроцентник, полпроцентник из того, что задумано Дмитрием Васадиным, да. Представьте, это у нас уже, мы уже, мы уже с полпроцента, вот, ликуемся и живем, да, свободой жизнью. Что же там будет дальше, прямо дух захватывает. Очень интересно. Абсолютно верно. То есть, у меня сейчас настроено уже в приложении, то есть, управляем где-то, ну, 12 сайтов где-то, да. То есть, вся инфраструктура, да, начинаешь там и биржи, и обменники, и там то и все. То есть, друзья мои, каждый день 12 сайтов юзаем вот так вот. С одного в другое перетекает это сюда, это туда, это вывод, это заход, это, понимаете. Вы становитесь со временем очень грамотным человеком. Вот, друзья, благодарю вас, вас, нас уже больше, чем 370 человек на эфире. Вот такой субботний. Ну, я не помню уже, уже не следим за этим, просто сделаем факт для записи, для истории, как говорится, да. Вот, поэтому, благодарим, что вы немножко отложили все ваши хозяйственные дела, да, бытовые, и пришли послушать немножко о нашем сообществе и тех возможностей, которые она дает. Идем дальше. Давай, Сергей, ответим на часто задаваемые вопросы и, дальше, включим людям микрофончик и пускай позадают. Да, часто задаваемые вопросы. Откуда деньги за 5 минут вот сможешь? Вот этот вопрос, наверное, самый первый, он топовый вопрос. Откуда деньги? Самый просто, самый легкий вопрос. Да, от других людей, от потоков, от денежных потоков других людей. Вот, знаете, вот на примере банка, да, я вот недавно информацию такую получил, что, вот банк, он существует, да, у него нету прибыли. То есть, банк, он не измеряет, сколько там банк заработал за какую-то там, у него нету такого вообще понятия, термина, сколько он, какую он прибыль получает. у банка есть поток, да, у банка нету своих денег, вообще абсолютно, когда банк запускается, у него там есть какой-то основной капитал, и все. Все остальные деньги, он берет от других людей, он их, одних берет, другим дает, перераспределяет, да, по сути, вот это тоже такая, так называется, мультипликатор денежный, да, банковский денежный мультипликатор. Вот, у нас то же самое, денежные потоки, которые создают много-много людей. Постоянно, вы сейчас увидели, сколько плюсиков, да, написали люди, это вот люди, действующие участники, и мы каждый день постоянно отдаем деньги в потоке, создавая эти потоки, и получаем мы деньги тоже из таких же людей, которые вот сегодня я отдал, завтра другие тысячи людей дадут, я возьму, завтра опять я отдам, и вот создавая вот такие денежные потоки, и беря из этой кассы, из этого потока, каждого столько, сколько нам надо на жизнь, эта система будет может и будет работать бесконечно долго, при условии, что мы будем продолжать так же себя вести. Вот, но в отличие от банков, наша система работает не в пользу банкиров, да, в банковском секторе банкиры шикуют, покупатели 15 яхт там, замки, дворцы, а люди в долгах все, да, вот как-то там система так это работает, перераспределяет так, что кучка банкиров там шикует, жируют, а все остальные в кредитах, в долгах, задыхаются от щиты. То есть, эта система банковских мультипликаторов работает в пользу банкиров, у нас такой же системы, можно сказать, мультипликатор финансов, только он работает в пользу людей, вот и все, все очень просто и легко, и когда, ну, чтобы это понять, да, на самом деле, это просто надо попробовать и убедиться, что это реально так работает. Вот. Эта система, она на самом деле очень устойчивая, очень безопасная относительно всех остальных каких-то бизнесов, да, вот даже вспомню 20-й год, пандемия, когда была, когда там куча, восемь процентов гостиничных ресторантов, гостиничных, ну туристических, короче, бизнесов загнулось, там, сколько людей потеряли работу, а наш фонд прекрасно работал, выплачивал деньги людям, и люди многие из-за того, что вот с пандемией, за счет того, что они участники были фонда, смогли прожить этот период, вот. Поэтому, эта структура, она сегодня гораздо устойчивее, чем многие другие, там, те же банки, например. Все верно, потому что та система, она в основном пирамидального плана, а у нас одноранговая сеть. Сергей, расскажи, пожалуйста, вот люди, не совсем понятно, что такое одноранговая сеть, что значит все равные, это как так? То, что у нас нет ни вверх, ни низу, у нас нет ни первых, ни последних, у нас есть просто один большой, огромный поток, и все имеют к нему равный доступ, указывая свое расписание, когда сколько кто может взять, вот какое-то расписание является ежедневными вашими начислениями, вот, и все. И эти деньги, они не стекаются там к верху, там, да, как в привычных каких-то структурах, у нас нет никакой коммерции, мы не занимаемся никакой хозяйственной деятельностью, у нас нет доходности даже, у нас по сути нет доходности, мы просто помогаем друг другу, перераспределяем, одни и те же деньги, мы пользуемся одни и теми же деньгами, разные люди, разное время, вот, из-за счет того, что вот мы это все понимаем, и делаем вот эти все слаженные правильные действия, у нас денег всегда будет хватать, потому что, почему, потому что денег их очень много в мире, да, их хватит вообще на всех, просто они неправильно распределены, вот мы их перераспределяем, так, чтобы всем хватало, все, по определенной формуле, которую придумал гениальный ученый-математик Дмитрий Васатин, запустил ее 12 лет назад, и вот, ну, уже на протяжении столько времени, это все работает и процветает. Все верно, спасибо, Сергей. Вот смотрите, даже если вы придете с 10 тысячами долларов в ресторан, вы будете ограничены, ограничены емкостью вашего желудка, то есть, величина, величина, как бы, достатка денег в этой жизни, она имеет ограниченный, как бы, период, вот это изобилие, да, поэтому Дмитрий Васатин и высчитал вот эти 10 тысяч долларов на члены семьи в месяц, говорит, вот, хватит вам на все ваши хотелки. Это максимум, если будет больше, то будут проблемы. Проблемы, да. Когда денег мало, это проблема, а когда денег много, это тоже проблема, только другого уровня уже. А когда вот золотая середина, 10 тысяч долларов, ну, я думаю, вот, многие с вами со мной согласятся, вот у вас, вот у нас в семье 3 человека, да, вот, 3 миллиона рублей в месяц, вот, согласитесь, на 3 миллиона рублей можно нормально жить в месяц в нашем мире? Я думаю, что вообще великолепно можно жить, правильно? А 3 миллиона в месяц для нашего фонда расплюнуть и обеспечить каждому человеку. Все. Потому что денег их много. Если ты будешь получать, там, 10 миллионов, бери 3, зачем тебе больше брать, да? Ну, в какой-то момент ты можешь больше взять, конечно, там, что необходимо, но большую часть времени ты будешь брать 3, и все. Вот выходи на тот уровень, на тот уровень дохода, который тебе комфортно, и постепенно повышай его до того, чтобы, вот, ну, на 3 миллиона можно путешествовать по самым крутым отелям в самых крутых странах, там, вот, мы же, как вот мы сейчас живем, да, я показываю этот образ жизни. Из 3 миллионов мы не вылазим, вообще не вылазим. С 2 бы вылезти, ну, вот, чтобы 2 потратить. Вот, поэтому... И еще есть такой прикол, что, как бы, достаточно, она становится все меньше, потому что есть понятие, как упаковка, есть и понятие упаковка, ты уже упакован, вроде бы все есть, а зачем тебе, там, двадцатый телефон, когда ты еще девятнадцатым не пользуешься, да? Да, совершенно верно. Когда ты уже все свои долги закрыл, купил себе, вот, у меня все гаджеты, макбук у меня, планшет, телефон там, самую, всю машину, все в это, все, в принципе, уже расходы какие идут, только вот покушать там хорошо, поездить там, там, билеты, там, путешествия, там, ну, сыну образование, обучение, там, все, денег становится, начинает меньше потребляться. То есть, смотрите, интересный момент, да? Чем больше у вас достаток, тем надо меньше вам денег. Круто, да? То есть, тем больше вы закрыли свои потребности, тем меньше вам уже надо денег. Это называется упаковка. То есть, как только вы уже упаковались всем вам необходимым, вам уже меньше надо денег для счастливой жизни. Вот, подумайте об этом, да? Хорошо ты подметил, Андрей, да? Совершенно верно. Богатые люди много денег не тратят на самом деле. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну что, идем дальше. Как говорится, что там у нас? Пирамида, не пирамида, да? Почему? А, говорит, очередная пирамида, да. А что? Хорошо. Встречный вопрос, а что плохого в пирамиде? Не, ну, чтобы... Ну, как правило, человек, который так говорит, подразумевает, что пирамида – это что-то, где все потеряют деньги когда-либо, да? Вот только в этом. Потому что, ну, пирамида – это уже как именно нарицательная мошенническая схема, да? А по сути, если взять, да, то у нас весь мир с пирамидами. Любую структуру возьми. Пирамида банк – тот же пирамида, страховая компания – та же пирамида, пенсионный фонд – вообще глобальная государственная пирамида, да? Вот. Семья – пирамида. Вот мне жена подсказывает. Тоже пирамида, да? Только человеческая пирамида. Любой завод, любое предприятие возьмет человеческий пирамид. Все – пирамида. Пирамида, между прочим, это самая устойчивая геометрическая фигура, да? Если кто-то не в курсе. Вот. Единственное, что у нас в правовом поле нет такого понятия – пирамида, да? Вообще. Это вот один кто-то там в 90-х годах халяпнул, там один якобы ученые все подхватили, и вот уже сколько, 30 лет и людям промываешь пирамиды, там деньги могут закончиться. Нет. У нас финансовая структура денежных потоков, которая перераспределяется по определенным формулам, вот, и денег всегда всем хватает. Поэтому слово «пирамида» – это, ну, во-первых, ему надо дать четкое определение, да, чтобы понимать, подходит ли оно под нас или не подходит. А его нету. Нету. Даже ни в правовом поле, нигде его вообще не прописано, ни в законодательстве, что такое пирамида. Вот. Все. Сусть, надо разобраться. Просто надо сесть и разобраться. Да. Какой системой вы пришли куда, да, а какая системой является пирамидой. Тут, скорее всего, пирамида – это, знаете, как клише такое. Человек, который мыслит не своим мнением, а чужим мнением. Ярлыками. Ярлыками, да. Вот деньги кладешь, деньги берешь. А, пирамида. То есть у него сразу ярлыки такие. Тук-тук, в голове всплывает где-то, что-то он услышал. Ну, то есть те люди, которые не способны критически сами анализировать информацию, отведут ли чужими какими-то эпитетами и оперировать, то вот для них может быть пирамида. И причем таким людям еще попробую объяснить, что пирамида – это, блин, хорошая вещь, кстати. На самом деле. И туда же лохотрон, да? Туда же вот. Да, туда же лохотрон. Ярлыковое мышление. Ярлыковое мышление. Это очень хорошо на самом деле, да? Да, ярлыковое мышление. Поэтому, друзья мои, избавляемся от ярлыкового мышления, нужно все протопать в эту жизнь своими ножками и наработать свой личный опыт. Это самое ценное и самое главное и цель, смысл жизни, для чего вы сюда пришли и родились. Наработать в этом теле свой опыт. Вашей душе это надо. Давайте, нарабатывайте. Это важный момент. Я нарабатываю. Сергей нарабатывает. Понимаете? Мы все нарабатываем. И чем больше вы в состоянии пропустить в эту жизнь через ваше тело, через ваше осознание, вот эти вибрации, тем больше у вас будет вашего жизненного опыта. А это самое главное, что может взращивать вашу душу из малодушной в великодушную. Поэтому, дорогие друзья, это тот путь, которым действительно надо идти. Наша система высвобождает человека от финансовой зависимости, чтобы вы копали в эту сторону, занимались собой, своим развитием, своим телом, своим здоровьем, чтобы у вас на это были деньги и время. Две вещи, как обычно, не хватает. Так. Ну и последнее. Часто задаваем вопрос. Это если новички перестанут приходить, вы все схлопнетесь, да? Это потому что не понимают, наверное, как устроена эта система. Во-первых, мы создаем денежные потоки не только за счет новичков, да? Мы, опять же, обратимся к плюсике, кто сегодня поставили, видели? Это все действующие участники. Это они все тоже донесут деньги, создают потоки. Я создаю потоки, Андрей создают потоки. То есть, не важно, топ-лидеры, лидеры, участники, новички, все создают потоки. То есть, понятно, да, что не только от новичков. Это первое. Второе. Назовите хоть один бизнес, который выстоит, если в него перестанут эти люди, клиенты. Даже вот магазин на углу вашего дома какой-нибудь, магнит или пятерочка. Представьте, завтра в пятерочку перестали эти люди. Чего с ним произойдет? Он закроется? Или любой, или в банк перестанут люди нести деньги? Что он схлопнется? То есть, это тоже стереотип, опять же, ярлык человека, который, опять же, не может элементарные моменты осознать. Что любой бизнес, любая структура будет работать только тогда, когда будут там какие-то движения люди совершать. Даже не деньги, а люди. Потому что люди именно пользуются деньгами. Если не будет людей, деньги вообще нафиг никому не нужны. Поэтому, естественно, мы как большой живой организм растем, развиваемся и расширяем свою аудиторию. То есть, за счет этого тоже мы крепчаем. Есть такой стереотип, что люди на планете могут кончиться. Что люди все зайдут и кончатся. Просто посмотрите статистику. Каждый день сотни тысяч человек умирают, и каждый день сотни тысяч человек рождаются новые. То есть, не кончатся. Тут тоже идет закольцовка системы. Люди рождаются, умирают. Пока мы там весь мир в себя впитаем, уже три-четыре поколения сменится на то. Поэтому это все тоже бред. Все это работает. И почему люди, хотя одну причину назовите, почему люди должны перестать сюда идти? Почему? К нам приходят, увольняются с работ, покупают там себе машины, освобождаются финансовые рафсы, закрывают долги, радуются, ликуются. У нас энергетика классная. Все заходят, чувствуете, что у нас все люди веселые, улыбаются, веселятся, вместе путешествуют. Почему к нам не захотят люди идти? Они куда больше на работу захотят идти, что ли? На завод? Или бизнесом может каким-то заниматься, который тоже схлопнется? Или еще чем-нибудь? Куда они захотят больше идти, чем к нам? Куда? Я просто не представляю ситуацию, почему люди должны перестать к нам идти? Что должно произойти? Назовите, что должно произойти, чтобы люди перестали идти? Если кто-то знает такую причину, давайте ее разберем. Давайте не будем об этом думать. А то спускай солнышко светит, у нас будет все очень хорошо. Я просто знаю, что никто не сможет написать этой причиной. И все. Я много раз такой вопрос задавал. У нас почти 400 человек, поэтому, друзья, давайте добьем. До 400, пару человек осталось. Кнопочка внизу добавить участников. На самый конец сейчас у нас будут вопросы. Ну и по моменту того, что если наши новички перестанут приходить, то все схлопнется. Во-первых, у нас система такая, при которой не новички кормят систему, а старички кормят новичков. Понимаете? Вот Сергей делает пополнение в растущий поток. 500 тысяч, миллион. И это делает чистотой несколько раз в месяц. Дорогие друзья, какой новичок это будет делать? Дай бог, если у новичка там... Я имею в виду среднестатистического новичка. Если, конечно, есть звездочки, там они очень быстро стартуют. Но если среднестатистический новичок, он эти 3 тысячи где-нибудь, или 5, или 10, там что-то будет крутить несколько месяцев, и разбираться, как здесь что работает, и страх свой прорабатывать в своей голове, да? То в это время Сергей уже, либо я, мы уже там несколько миллионов туда закинем, понимаете, да? То есть мы ему даем время, чтобы разобраться. И таких старичков, их уже несколько сотен тысяч, которые уже по много лет в системе, понимаете, по много лет в сообществе. Вот, поэтому у нас другая система. У нас система, при котором мы вот сидим возле костра, у нас большой чан супа, да? Вот мы сварили уху там и сидим. А тут, говорю, голодранец какой-то из кустов вышел, он решил один пойти в поход, и, соответственно, потерялся, заблудился, изголодался весь порванный. И вот он приходит к этому костру, мы его успокаиваем, все хорошо, здесь с этого момента у тебя все будет хорошо, садись, вот тебе тарелочка супа, поешь, успокойся. Вот такая у нас атмосфера в сообществе. Вот так вот мы взращиваем. А потом через месяцок он уже такой свой становится, уже такой окрепчал, вес опять набрал такой уже, и начинает вместе с нами, мне кажется, возле костра сидеть и пользоваться общим очагом, как говорится, да? Вот поэтому у нас немножко другая система. Одноранговая сеть предполагает, конечно же, что мы взращиваем новичков, они становятся старичками и потом уже становятся более уверенно себя вести. Одноранговая сеть, это я сейчас пришел, это все мы едим с одного котла одинаково. Да. Неважно, старички, новички, старые, новые. Да, абсолютно верно. И вот это, кстати, это как жили наши предки в древности, то же самое. Мы здесь жили общиной, где-то один котел, один очаг, вот так вот своей ячейкой общества. И это, кстати, очень сильная, очень мощная, очень крепкая ячейка. Вот так же у нас здесь создана такая же абсолютно справедливая система. Это очень круто. Вот. И еще есть такой момент. Говорит, почему? Говорит, и currency дорожает, да? Потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков на все большее количество номиналов. И за счет этого... Любая валюта, вот любая, возьмите биткоин, лайткоин, эфириум, доллар, рубль, любая валюта, она растет в цене за счет увеличения пользователей этой валюты. Любая. Нету другой, ну, других каких-то факторов влияния на цену. За счет увеличения спроса, увеличения аудитории. Вот и все. Поэтому, а так как у нас просто офигительное предложение на фоне всего, да, что сегодня предлагают в мире, то, конечно же, у нас аудитория растет просто в геометрической прогрессии. Тем более рекламный бюджет, у нас он как распределяется. Это вообще... Естественным образом все происходит. Шикарно, друзья. Ну что, давайте перейдем к вашим вопросам. Господа администраторы, все, кто есть. Друзья, кто хочет задать вопрос, поднимайте руки. Сейчас мне будут помогать администраторы. И будем по одному... По одному... Включаем микрофончик по одному. У нас почти 400 человек на эфире. Довольно крутейший эфир. Микрофон Ольга Буц. Ольга, да, слушай. Да, Ольга Буц, да. Здравствуйте. Мальчики от всей души благодарны за ваш эфир. Впервые Андрей Елисеев на вашем эфире. Вот. Благодарны очень. Хочу представиться еще раз, да. Представили Ольга Буц. Белогорск. Амурская область. Дальний Восток. Мы очень благодарны. Вот. Ну, у нас уже позднее время. Почти полвторого ночи. Ну, прям вот так вот. Хотелось просто досидеть. Дождаться. Вот. Андрей Елисеев. Я вот очень сильно вот, ну, настолько как бы через Дмитрия Сухорукова. Вы, ну, не знаю, я просто очень сильно переживала. Вы ли это мне писали в личку? Ну, то есть вы во многом там спрашивали. Если это вы, я написала просто вопрос, ответите мне в личку. Вот. Я очень сильно, очень сильно, Сережа Белоуса, вот именно вот в эфире с вами, да. И я благодарна Андрею, что вот он сказал, тайный гость. Почему-то так вот внутренне прям чувствовала, что это будете вы. Поэтому вот прям досиделась, и хотелось прям вот прослушать. Шикарный эфир. Мальчики, от всей души благодарна. Вот от всей души. Ну, хочу сказать, что китайская платформа это моя самая любимая, самая прекрасная, самая наилучшая Елена Соколова. Китайская платформа. Ну, и понимаете, да, что Ирочка Левченко это наш, ну, непосредственный, ну, руководитель, да. Вот. И хотелось бы, знаете, что спросить. Вот запись эфира где можно услышать? Потому что моя группа, ну, я еще пока не лидер. Хотя, допустим, ну, у меня все потоки закрыты. Не закрытые, а работающие, действующие, не так сказала. Вот. И получается у меня, ну, почти 22 человека уже в участнике, и 24, получается, ну, рефералы, так скажем, да. Вот. И, ну, получается потоки закрытые, растущие, стартовые. Ну, более чем 10, да, человек. Ну, то есть работает группа, но еще пока не лидер. Ну, это все со временем, то есть девочки знают. Вот. Мы работаем. Ну, вернее, кайфуем. Лучше так сказать. Кайфуем, да. Кайфуем. Реально кайфуем. И вот, ну, понятно, что мои ребятки спят уже, да. Вот. Шикарный эфир. Просто это чувствовалось душой. Подскажите, пожалуйста, где можно найти эту запись? Как можно найти? На YouTube-канале, смотрите. Сейчас я скину ссылочку на YouTube-канале, пожалуйста. И у Сергея будет на YouTube, и у меня будет на YouTube. Это запись. После монтажа ее смонтируют. Вот. Это все. Я сейчас ссылочку дам. Спасибо большое. Ребят, привет. Вот здоровья. Нам всем прям при умножении, да. Дмитрию Васадину. Вы там, ну, намного ближе к нему. Вот. Скажите, что Амурская область. Ну, мы только недавно. Ну, вот я, допустим, в фонде только с февраля, с 14 февраля. Это день влюбленных. Вот. Ну, чуть-чуть там думала, смотрела. Потом мою пригласительницу Наталью. Я безмерно благодарна Господу, благодарна Наталье, что она так терпеливо ждала. Вот. Ну, конечно. А сколько ждала? Сколько ждала, Ольга? Сколько вас ждала? Ну, 7 месяцев. Я просто сказала, знаете, ну, я такой человек, мне нужно было просмотреть, просчитать. Хотя потом я поняла, что считать смысла нет. Нет. Правильно. И настолько, знаете, вот, ну, было тяжковато. Ну, прям у нас, ну, что греха-то? Дальний Восток, тем более Амурская область, Белогорск, очень маленький городочек, да. Ну, к примеру, даже по сравнению там с Хабаровском и с Читой. То есть мы по серединке. Ну, кто знает, да. Китай тут, почему дошли как бы мы быстро на юанях, да, на платформе китайской. Потому что у нас тут Китай два шага, то есть, ну, китайская платформа, юань нам очень близок. И мы как-то, ну, много человек зашло. Как китайцы реагируют на эту площадку? Ну, вот сейчас Еленочка наша прекрасная, премудрая Соколова переведет на китайский язык презентацию. Мы это ждем. Вот с нетерпением ждем. Мы там думаем, что Китай будет покорен быстро. Так что, ну, все, ждем тогда. Андрей, если можно, пожалуйста, в личку сбросьте, ну, ссылочку, ладно? Вот. Всего вам доброго. Еще раз здоровья, прям процветания всего-всего, новых достижений. Вот. И Дмитрию Васадину огромный привет за такой фонд шикарный. Мы, правда, счастливые люди. Всего-всего вам хорошего. До новых встреч. Спасибо. Так, следующий вопрос. Вот здесь, да, есть переписки. Как можно стать лидером? Какие правила должна выполнить участник? Ну, это нужно изучать кабинет во вкладочке вознаграждения за развитие проекта. Очень детально все написано. Как стать лидером и условия на лидерство. Заходим. В кабинете есть лидер. Написан контакт. И обратитесь к вашему лидеру. Прямо напишите ему или позвоните. Скажите, я хочу стать лидером. Что делать? Говори. И вам будет подробная инструкция. Да. Это важный момент. Держать своего как бы пригласителя и лидера в этой информации, чтобы и он вам где-то что-то порекомендует, как можно быстрее стать лидером. Поэтому обязательно дружите со своим лидером. Общайтесь. У нас YouTube не работает. Пишет Алия. Город Энглис. Саратовская область. Включите VPN. Включайте. YouTube заработает. YouTube не работает. Меняйте VPN. Включите новый VPN. YouTube заработает. Поэтому все будет хорошо. Поэтому каждый день смотрю YouTube с помощью VPN. Каждый день захожу в кабинет с помощью VPN. То есть проблем нет. Вот. Так. Еще какие вопросы? Кто-то поднимал еще руки? Уважаемые господа администраторы. Какие вопросы хотите задать? Пользуйтесь моментом. Танзалия. Я включил микрофончик. Да. Танзалия. Слушаем. Мне нравится статус Танзалия. Доброго времени суток. Здравствуйте, мои дорогие. Приезды. Наконец-то я приехала из Америки. Я была у дочери почти два с половиной года. Вот. Сейчас нахожусь в городе Казани. Вот. Я приехала. Как говорится. Вот. У меня лидер Денис Феоктистов. Непосредственно первая линия Сергея Белоусова. Я вам очень сердечно признательна. Я стала миллионером в нашей группе. Тоже очень отрадно. Поздравляем вас. Поздравляем. Спасибо. Что хочу сказать. У меня такой вопрос, Сергей. Вы там ближе же находитесь к Басадину. Вот в нашей системе своя, даже в России можно использовать. У нас намечается карта своя? Ну, а зачем она нам? Ну, как-то, например, там не Тиньковский, не Акбарсовский, а какой-то, а вот именно своей банкой, карточкой своей рассчитываться. Это тоже очень приятно было бы. Ну, вы понимаете, что это надо зарегистрировать юридическое лицо, там вставать под регуляторы и так далее. Нам это зачем? Короче, это нам не надо будет, да? Ну, зачем? Когда мы можем спокойно играть в игру виртуальными деньгами и не подставлять себя под вот эти все влияния. Понятно. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Успехов нам всем и все мои будущие миллиардеры. Ура! Спасибо, спасибо. Канзалий миллионер. Да. И еще вопросы, друзья? У кого и какие вопросы? Пользуйтесь моментом. Ирина Рогунова. Ерочка. Всем привет. Привет, Сергей. Привет, Андрей. Здесь в чате в гостевом я вижу несколько участников с моей структуры. Одна из них вот еще недавний участник, да? Меня, возможно, она не слышит, хотя я пыталась до нее достучаться. Вот я хочу у вас спросить, хотя я этот ответ прекрасно знаю. Вот скажите-ка, ребята, выгодно ли открывать потоки, в том числе быстрые, на разных платформах или все-таки стоит только на России открывать много потоков, быстрых потоков, стартовых потоков только на одной России или все-таки выгоднее на всех платформах? Это вот я для нашей участницы, для Раисы Тукеевой. Ну вот тут многие участники и так думаю, да. Я открываю на всех платформах. У меня на всех платформах есть все потоки. Тут каждый как бы сам может для себя решить, кому как комфортно, кому как удобно. То есть смотрите, у нас есть валютная диверсификация. То есть что такое диверсификация? Это снижение рисков валютных. То есть мы же не знаем, что будет с валютами в какой-то конкретной стране. Но у нас есть 7 кубышек, где мы можем распределить наши средства и таким образом сгармонизировать их и риски тоже сгармонизировать. Никого же не учили в школе под названием предмет управления рисками. А это серьезный предмет. То есть как вы можете диверсифицировать какие-то те или иные риски. В данном случае у нас 7 мультивалютных площадок. Вы можете пользоваться и этими возможностями. А можете сидеть на одном. Значит, рисков у вас будет больше. Мы же не знаем, надавили на рубль бах. Сегодня рубль не 90, а 150 рублей за доллар. Резко цены подскочили. И завтра простулись, рубля 3-0 отрезали, как в 96-м. Да, да. Поэтому да. Да, продолжай, Андрей. То есть вы, ребята, немножко задумывайтесь чуть-чуть, немножко дальше. Я понимаю, что вот есть как бы участники, они просто привыкли к чему-то одному и не хотят больше ничего. Ну то есть как бы меняться какой-то еще, ну себе мозг парить. А новые нейронные связи в голове продляют вашу жизнь. Поэтому, дорогие друзья, новому учитесь новому. Вот. Поэтому 14 кнопочек лучше, чем одна или две. Это однозначно. 100%. Не, вообще, да. На всех платформах, ну, надо быть. Надо быть. Надо иметь потоки во всех валютах. Это желательно, да. Не зря же оно не запускается, да. И нам надо быть везде, успевать. Ну, тем более, это же круто получать деньги в разных валютах. То есть ты уже, я раньше знать не знал, что такое злотый польский. А сегодня я уже знаю его курс юаня. Я тоже знаю, что есть юаня. А сколько она там стоит в рублях, я не знаю. Мне капает там по две тысячи юаней, да. А ты понимаешь, сколько это в рублях. Думаешь, блин, круто. Я еще юаневый миллионер получается. Да, да, да. Добрый вечер. Так, Татьяна, приветствую. Да, я что-то сегодня вас, ребята, пропустила. У меня не было возможности. Да, качает головой, Сергей. Но зато я сейчас очень рада, что я вас вижу. Приветствую вас. И что хочу сказать. Я уже больше, ну вы знаете, что я больше года уже в потоках. И сегодня вот отработала с одной барышней такая замечательная. И вы знаете, рассказывала про все наши платформы. Зашкаливает вот у меня эмоции. Просто зашкаливает. И когда я точно так же, как Сергей и Андрей, по утрам открываю все семь своих платформ, я горда безмерно и всегда говорю. У меня в доме, в моей шикарной спальной есть швейцарский банк, где я имею юани, доллары, имею польский злотый. Кстати, Сергей, сегодня 13,1 рубль стоит 13,78 юани. Подрос. Да, подрос, подрос. А он к Новому году вырастет. Мы же договора с Китаем заключаем. Поэтому политика-то все равно у нас растет, да. И я сегодня настолько, вот когда гордилась, с гордостью рассказываю и показываю, вы знаете, начинают больше идти на китайскую платформу, чем на рублевую, потому что это выгодно. И вот показываю, говорю, что смотрите, ну в потоке 20 тысяч юаней это вам о чем-то говорит. И люди восхищаются, что мы, мы, именно мы в нашем проекте можем диверсифицировать свои рубли и быть еще больше защищенными. Поэтому вот у всех, я горжусь всеми, кто в потоках открывают на других площадках себе дополнительные валютные средства, это же гордость распирает, понимаете, гордость. Если мы в 90-е и 80-е прятались, ходили в березки, скупали евро, да, там доллары вернее, не евро, прятались, покупали. Я помню, как в Москве в Жуковском, ну вы что, иметь, ху, с ума сойти, там какие-то доллары мы прятали. То здесь мы, вот наглядно мы имеем у себя в мобильном телефоне такую возможность быть богатыми. Ребята, открывайте, будьте счастливы, будьте здоровы. Моя благополучная жизнь началась год и три месяца назад, и я ни одной капельки, ни одной минуты не пожалела, когда ко мне в дом пришел Сергей со своей Женей и сказал, что будет еще круче. Сергей, ну за совсем круто уже, уже совсем классно. Скоро Раф покупаю свою, точно так же, понимаете. И когда Андрей мне ночью рассказал, что есть такая возможность жить благополучно с деньгами и нажимать на кнопку, вот дыхание спирает, это радость. Поэтому я благодарю вас, что я сейчас в конце уже, наверное, созвона попала сюда и могу поделиться тем, что за этот год моя жизнь от точки А до точки Б поменялась на тысячу процентов. На тысячу, ребята, это классно, не бойтесь, вам протягивают руку, ну возьмите и посмотрите. Не понравится, уйдете, ведь вас никто держать не будет. Благодарю вас, ну буду теперь ждать эфир, записи, раз уж так у меня получилось. Всего доброго, ребята, обнимаю всех вам благ. Спасибо. Спасибо. Хочу добавить, Андрей, что когда мы открываем потоки на всех платформах, мы получаем в разы прибыли больше, чем на одной платформе. Это очень выгодно. Если бы это было невыгодно, то участники бы, лидеры, топ-лидеры не запкидывали бы миллионы на все остальные платформы, в том числе и в китайскую. Особенно, когда акция, нужно обязательно там быть, пользоваться. И открывать потоков как можно больше. И получать как можно больше подарков, то есть прибыли. Благодарю вас. Все верно, да. Добрый вечер, можно вопрос задать? Да, 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 Евгений. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из Германии. Не так давно в нашем фонде, как месяц. Сегодня был на созвоне у Севара, и там просто прозвучала такая информация, что люди задали вопрос по растущему потоку. Как можно применять и быстрее его развивать, вот этот квантовый эффект, вот это все. И было сказано, что это касается только российскую и киргизскую. А как по-европейской? Это невозможно использовать этот? Все возможно. Все возможно. Потоки, они в принципе везде одинаковы, да, плюс-минус. Немножко отличаются там процентным. Но процентное это вот различие, оно как бы зависит от инфляции, да, в стране. То есть, если у нас в России инфляция там идет быстрее, чем, допустим, в Испании, да, то мы же потоки открываем, они уже у нас пожизненные, да, и это берется в расчет локально, локально в стране, и по покупательной способности деньги примерно те же выходят. Поэтому можно это везде применять, на любой платформе. Потому что все равно, что вы откроете на 100 тысяч рублей в России, на российской платформе получите там 250, да, или вы откроете там на евро, получите там сколько там, с тысячи евро. Сергей, я правильно понимаю, главный эффект вот этот, чтобы стопроцентный был, а если у вас русскими рублями 10 тысяч превращаются в 20, то чтобы у меня стопроцентный был, мне надо с тысячи евро заходить, чтобы у меня они превращались в две. Такой эффект? Не обязательно, можно меньшими суммами. Сергей, можно я отвечу? Ребята, даже любыми суммами, даже на европейской, на испанской, какая набирается сумма, набралось 20 евро, забрасывайте в растущий поток. Не ждите, вы же туда зашли не очень большими суммами. Вы все разгоняете всегда больше ту платформу, какая вам, ну, приятней, лучше, да. Поэтому, если вы находитесь на других платформах наших, европейских, и у вас не огромные, не большие суммы, наращивайте растущий поток с любой суммы. Пополнение, не открытие, а пополнение, разрешается с любой минимальной суммой. Слушаю. Что? Небольшая сумма, можно узнать? Ну, любая, какая вам есть, да. Евгений, давайте не будем, это уже командное обучение, как бы у нас... Это конкретики, кто-то тому не предашь сейчас, Евгений. Да, вам нужно, вам нужно связаться с вашим лидером в кабинете и пройти серьезный командный разбор по растущему потоку, чтобы вы наладьте связь с вашим лидером, созвонитесь с ним и скажи, как мне быстро прийти четкую задачу? Вот у меня есть там 1000 евро в месяц свободными, как мне быстро прийти там к 100 тысячам евро в растущем потоке? И все, ваш лидер прорисует вам дорогу, что вам надо делать. Это первое. А второе, если у него не хватит каких-то знаний, он со своим вышестоящим лидером посоветуется и так далее. Двоем-троем лидеры вам дадут очень качественный дельный ответ на этот вопрос. Это уже командное обучение, этому надо еще уделить там пару часов. Вот Сергей только одну запись квантового скачка там полтора часа проводил. Так это только для тех, кто уже имеет растущие потоки, а те, которые еще пока только-только понимают, им надо еще полтора часа проводить. Вот это вот три часа надо проводить только по одному растущему потоку. Ну, свои свободные средства запускать в растущий поток. Все. Вот придерживаться. Вот, допустим, да. Вот смотри, у тебя есть свободных 500 евро. Ты идешь в табличечку и смотришь, сколько у тебя там растущий поток даст. Если он даст там сколько там 70 процентов при умножении или 80 процентов, то спокойно это запускаешь. Если у тебя 10 евро не хватает до следующего как бы шкалы, ты просто эти 10 тысяч евро находишь и идешь на следующую шкалу. И так далее ты идешь, стараешься пополнять все более крупно, крупно, крупно. И он тебе начинает выдавать все больше, больше, больше. А ты стараешься пополнять, внимание, стараешься пополнять. Делаешь все для того, чтобы пополнять покрупнее, 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 идя по шкале вверх, вверх, вверх. Понимаю, начинай с каких хочешь сумм, но дальше старайся все время увеличиваться. Вот и все, что надо и делать с растущим потоком. Ну, а так, конечно, с лидером на связи. Прям на связи, на связи, еще раз на связи. Большое спасибо. Андрей, ну просто такой вопрос, я его развиваю, допустим, у меня там лежит 15 тысяч, я готов еще 5 тысяч, допустим, вложить. И я немножко не помню, когда брать оттуда. Когда надо, когда потребность возникает, да, какая-то в жизни. Вот нужно там какой-то счет заплатить или еды купить там, или еще что-нибудь там, поехать куда-то, берешь оттуда. Когда появляются лишние деньги, отдаешь. Все, вот это единственный критерий. Тут не надо привязываться к каким-то суммам, цифрам там и так далее. Процентам, да, да, да. Тут надо привязываться к потребностям. К потребностям надо привязываться к твоей. Хорошо, спасибо. С кассой взаимопомощи, она предназначена прежде всего не для того, чтобы вы бабло срубили, а чтобы обеспечить вам ваши потребности, правильно сервисово, уровень жизни. Надо – взяли, не надо – положили. Все. Вот это базовый деревянный принцип. И пользуйтесь этим принципом. На этом держится вообще аналитика фонда. То, что нам деньги всем не нужны одновременно, первое. А второе – то, что у нас у всех разное время потребности, да, появляется. Вот. И когда мы будем брать деньги не по каким-то там системам, да, что сейчас я накоплю там тысячу, я могу взять там, да, а когда потребность возникает, представьте, мы все, это все просчитано в математике фонда, формулах фонда. По потребностям. Потому что, ну, как бы, можете сказать, да, откуда вы знаете, какие мне, когда мне потребности. Все, в принципе, плюс-минус одинаковые потребности у нас. Но так уж мы разнообразно все и живем, да. И это все можно посчитать примерно плюс-минус. Вот Дмитрий Рассатин очень хороший аналитический склад ума. Он может вот эти все цифры, он их видит просто как вот, я не знаю, в небе его вот это видение. И он уже посчитал и заложил эти все наши потребности в их систему, да. Сколько мы можем тратить. Не зря же он выявил, что 10 тысяч долларов на каждого члена семьи. Вот эти все метрики, они взяты не просто с потолка там, да. Они взяты конкретно из аналитики, статистики нашего поведения, да, глобального поведения. Как мы себя ведем, как мы деньги тратим, на что мы их тратим, как мы их получаем, где мы их получаем, как мы их зарабатываем, как мы их там храним. То есть это общая глобальная социальная экспертиза, да, на основе которой созданы вот потоки. Если вот мы просто будем в потоке применять то же самое поведение, как мы применяем в жизни, да, вот, появились деньги – положил. Понадобились деньги – взял, да, не привязываясь к каким-то там, вот сколько у меня процентов там, цифрам и так далее. Все, у вас будет, все в жизни будет улучшаться, вот. Еще вопросы, друзья, давайте последний вопрос. И уже почти мы будем два часа. Нормально. Нормально. Андрей, Сергей, какая платформа восьмая будет? Если мы реально найдем. Благодарим. Знаем скоро. Узнаем, да. Это из разряда «когда будет акция» – вопрос, да? Да. Одна участница. Я сейчас, говоришь, жду Новый год, чтобы под акцию зайти и получите каренс и подарок. Еще оба, говорю, взяли, что они будут. Все, люди себе придумывают там, да, что… Так какая разница, какая будет платформа. Будет, там, вот так, ну, думай о том, как сейчас тебе поехать там, что-то такое занято, там, Дубай тоже прилететь, попутешествовать, семью взять там, да, с ними. Вот об этом сейчас надо думать. Как свою жизнь улучшить и как своим примером замотивировать, других людей тоже улучшить свою жизнь. Вот это, я думаю, сейчас гораздо ценнее и важнее. Все верно. Да, у нас полгода в потоках, поэтому… Продолжение к дню рождения фонда в Москву. Ну, наверное, в Москве, да, будет, скорее всего. Подскажите, пожалуйста, вот мы мотивируемся группой. Хотим очень, но это… Даже еще года у нас нет в нашей группе, да? Мне вот в феврале только будет, как вот… Ну, я сама зашла, да? Вот. Подскажите, пожалуйста, есть какая-то информация, вот чтобы именно попасть на день рождения фонда? Сильно хочется и очень прям хочется? Обязательно попадете, если сильно хочется, прям вот вообще у вас шансов нету пропустить это мероприятие. Как только появится какая-то конкретика, мы сразу сообщим, как появится. Вы не переживайте, вы не пропустите. Мы обязательно запостим, и эта информация разлетится просто по всем чатам везде. Да, да, спасибо большое. Если вы заходите, вы не пропустите. Да, как только появится конкретика, сейчас там, ну, на этапе это все, ну, короче, как появится, так вы обязательно об этом все узнаете. Да, единственное, немножко поправлю, день рождения не фонда, а сообщество. Мы сначала сообщество, а потом все наши проекты. Все верно, все верно. И благодаря этому, что мы сообщество, мы можем делать разные проекты. Представляете, как круто? Мы можем... А дальше будет еще более серьезный. Двенадцать лет. Двенадцатое празднование. Вот каждый год празднуется день рождения. Вот в прошлом году, точнее, вот в одиннадцатилетии было Таиланд, в прошлом там было на Карибах. Представьте, двенадцать раз уже будет празднование. Вот в этом году празднование будет, точнее, в следующем, да, двенадцатилетие будет в разных странах. Будет в Польше, будет в Украине, будет в Испании, в Мадриде, да. Наверняка еще в других странах, да. У нас платформы уже сейчас много и людей все больше. Вот в Таиланд мы еще могли там как-то съехать. Но кто-то там был в Таиланде и в Испании, да, было празднование. Вот. То в этом году уже будет больше локальных точек, где будет празднование. Вот было принято решение, что первый раз за историю Меркурия празднование состоится также и в Москве. То есть это будет первое вообще мероприятие такого масштаба. Вот. И обязательно мы все на нем поприсутствуем по-любому. Хорошо. И последний вопрос. Так Ефросиня здесь поднимала руку. Сейчас у меня не вопрос. Сергей, сколько там температуры на Бали? Какая сегодня у тебя? Жара стоит или как? На Бали я не знаю, а в Дубае тридцать шесть. А, прости, пожалуйста. Дубай из Бали сходил. Тридцать шесть. Тридцать один мне жена под стеги послала. Тридцать один женщина. Да. Так что аккуратненько. Аккуратненько не сгорите там. А то напрасно. Я уже все сделал. У меня уже нос облезет. Да ты молодец. Все сделал. Все приедешь. Будем опирать. У меня это моя традиция. Я когда приезжаю куда-нибудь в сторону. Обязательно нос загорает. Особенно даже если мы в Таиланде были. У меня нос сгорел. После Таиланда через неделю полетели в Шри-Ланке. У меня в Шри-Ланке нос сгорел. Так. Есть газетку. Помнишь как раньше на газетку? Газетку на нос наклеивали. Почему не применяешь? Нет. Я специально не мажу. Потому что у меня традиция такая. Традиция. Надо сгореть. Надо сгореть. Традиция не хочу я. Ритуал. Ритуал. Да. Ритуал. Обычный. В новую страну приезжаю в жаркую. Нос обязательно нужно сгореть. У меня я блеск. Так. Андрей. У тебя тоже такое будущее? У меня таких ритуалов нет. Юрий Саченко. Или Саченко. Да. Кто еще? Последний вопрос. Все. Давайте, ребята. И будем закругляться. Юрий. Юрий. Или телефон включен? Или это случайно? А я вот в обеде. Спасибо большое. Спасибо, что заметили. Я в секунду. Так. Там такая страна. Давайте по одному разговаривать. Анзалия. У нас Юрий там сейчас на проводе. Мне слово дали. Извините. Да, да, Юрий. Спасибо. Спасибо. Я как был участником разных событий, потому что я давно уже сетевик. И я понимаю, что в разных странах будет и в разных городах событие в январе месяце. Я так понимаю, что оно будет в разные дни. И такой вот вопрос. В Москве можем ли мы иметь счастье видеть в осадину? Навряд ли. Навряд ли. Навряд ли, да. Навряд ли. Это однозначно. Потому что часто Дмитрий Васадин на день рождения или в онлайн выходит, или приезжает в другое время. Мы с ним встречаемся. Обычно специальное мероприятие, конференция. Вот в Турции было. Ну, хорошо. Хотя бы на экране онлайн мы его сможем, может быть, увидеть? Организует нам такое удовольствие в прямом эфире, чтобы он нам там рукой помолохал? Не знаю. Посмотрим. Ну, по желанию, по крайней мере, Сергею можно передать по желанию. Да, по желанию мы передадим обязательно, да. Чтобы Дмитрий Васадин был в прямом эфир и помахал нам рукой. Да, и помахал рукой. Как-то делали, да? Не помню. Да, да, было. И на пятилетие это было, да. Да, он подключался. Да, да. Майнинг он запускал. Да, да, да. Это еще в 2018 году было, да. Ну, что, дорогие друзья? Что может быть? Да. Будем надеяться. Может быть, даже в этот день сам и объявят какую-нибудь акцию. Мы так ждем от него такого подарка. Не надо ждать акции. Да, в этот день праздник. Ребята, вам такой подарок. Не надо ждать акции. Делайте сейчас все, что необходимо. Чего-то ждать не надо. У нас и так, блин, акция каждый день. Нам фонд предоставляет такие возможности. Относитесь к этому, как акции вашей жизни, пожизненной акции. Самая лучшая акция – это вам начать развиваться. Вот чем больше идите в ваше развитие, тогда это дает дополнительные возможности. Это и будет вам акция. А если еще будет дополнительная акция, это будет еще дополнительная возможность. Поэтому, друзья, развивайтесь. Внутри возможности, бесконечность, беспредельность развития. Можно развиваться, развиваться, еще развиваться. У вас три площадки, идите в четвертую. У вас там пять потоков, запускайте шестой. У вас 10 человек, идите 20 человекам расскажите. И так далее. То есть развиваться можно и внешне, и внутрь бесконечности. Поэтому не надо ждать никаких акций. Это очень неправильная позиция. Потому что самое ценное, это не акция, не деньги. Самое ценное, это время. А время его не вернуть. Это ресурс, который кончается. Самое важное в инвестициях, это время. Время, да, все верно. Ну все, спасибо большое всем, дорогие друзья. У нас на эфире было 400 с лишним человек. Благодарю Сергею, что выбрал минутку, чтобы поделился с нами своим настроением из Арабских Эмиратов. И мы немножко рассказали о нашем сообществе. Рассказали даже немножко по стратегии какие-то. Рассказали о финансовой инфраструктуре. Ответили на часто задаваемые вопросы. И, конечно же, рассказали про наши потоки и как они могут изменить нашу жизнь. Поэтому спасибо большое всем. До новых встреч. Запись будет на Ютубе. Будем выложим. И Сергей у себя выложит, и я у себя на Ютубе. Поэтому берите оттуда записи. Сейчас она уйдет в монтаж. Ну и, конечно, обязательно ставим лайки на Ютубе и подписываемся на канал. До новых встреч. Всем большое спасибо. Всем счастливо. Сергей, последнее слово. Всем пока. Добра, любви, счастья, изобилия, свободы. И все в Дубае. И все в Дубае, да.